Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, друзья. У нас сегодня с вами очередная встреча из нашего цикла «Кино глазами фотографа». Я ее ведущий Евгений Колков, основатель-преподаватель школы фотографии Open Photo. То фотограф с уже более чем 25-летним стажем. Собственно, поэтому я и придумал этот проект в свое время, потому что любая профессия накладывает свой отпечаток на человека. Соответственно, на мне он тоже лежит, как бы там ни было. Я надеюсь, меня видно хорошо, слышно хорошо. Скажите, все ли у нас в порядке со связью. Сегодня немножко барахлит интернет, и поэтому, если у нас будут какие-то проблемы, не пугайтесь. На какое-то короткое время я могу выпадать из эфира, потому что запись у нас сегодня... В смысле, это у нас прямой эфир, это не запись как раз, а запись останется на YouTube. Здравствуйте, здравствуйте всем, кто уже присоединился. Здравствуйте всем, кто присоединится к нам позже, кто посмотрит потом в записи эту нашу сегодняшнюю встречу. Рад всех вас видеть. Итак, собственно, что у нас сегодня будет, вкратце расскажу вам еще раз, как и что, и чего вообще, откуда все это пошло. Дело в том, уважаемые коллеги, что так получилось, что мы живем в век визуала, мы живем в век невербальной информации, и, соответственно, мы активнейшим образом общаемся друг с другом посредством невербалки, то есть, грубо говоря, с помощью картинок. И этот язык, он малоизвестен широким массам людям, правила его малоизвестны, но, тем не менее, мы все им пользуемся. Так уж вот получилось. Такое вот интересное время нам с вами выпало. Поэтому все мы с вами коллеги, так или иначе, мы делаем фотографии, мы смотрим фотографии, мы получаем и передаем информацию с помощью фотографий. Поэтому, еще раз говорю, мы все с вами, коллеги, никуда от этого не деться, хотим мы этого или нет. Так вот, почему киноглазами фотографа? Да потому что хороший кинематограф, а сегодня мы с вами смотрим очень хороший фильм, сегодня мы с вами смотрим «Амелии», фильм 2001 года, замечательную ленту. Добавлю, что мы по многочисленным просьбам делаем ее в онлайн-варианте, мы показывали в начале года, в оффлайне. Вот, а сейчас по многочисленным просьбам делаем онлайн-версию. Так вот, в хорошем фильме есть очень много интересного того, что может почерпнуть фотограф, а именно и визуальный язык. В данном фильме этот язык чрезвычайно интересен, у хорошего фильма можно и нужно учиться делать фотографию. Это вот так вот уж понимаете. Соответственно, плюс к этому, вот то, что я замечаю уже, поскольку не первый год мы занимаемся этим проектом, самым большим комплиментом моей работы является то, что люди после того, как попадут на нашу встречу, пересматривают фильм еще раз. Потому что сегодня я постараюсь вам указать некоторые моменты в фильме, которые обычно не попадают в сферу внимания обычного рядового зрителя. Дело в том, уважаемые коллеги, что обычный рядовой зритель с удовольствием смотрит за сюжетом, за игрой актеров, за диалогами, слушает музыку. И визуальная составляющая, то есть нюансы визуального составляющего остаются, как правило, за его сознанием, как бы немножко в стороне от него. Это сделано специально, так оно и задумано. То те моменты, на которые я буду обращать ваше внимание, призваны в основном, что делать? Они призваны воздействовать на ваши эмоции, так скажем. Мы этого не замечаем, мы это чувствуем. А на самом деле, когда мы видим, что нам хотят сказать создатели картины, картина начинает играть новыми красками, становится всё гораздо-гораздо интересней. Поэтому искренне надеюсь, что те из вас, кто уже видел, я думаю, что большинство из вас ленту видели, ещё раз пересмотрят её после сегодняшней нашей встречи. Значит, по правилам ведения, уважаемые коллеги, можно и нужно писать в чат. Я постараюсь отвечать на ваши вопросы, которые будут возникать по ходу сегодняшней нашей встречи. Плюс к этому хочу сказать, что лента демонстрируется сильно-сильно порезанная. Отдельные фрагменты лишь покажу я вам, потому что я выбрал из этой большой картины отдельные фрагменты, которые, на мой взгляд, наиболее показательны, наиболее интересны для нас именно с позиции построения кадра, если на него смотреть глазами фотографа. Соответственно, порой сюжетно важные моменты в сегодняшнее наше повествование не попадут, но те ключи, те приёмы, которые я вам сегодня дам, которые вы сегодня увидите и услышите, вы сами сможете применить к остальному телу ленты, ну и вообще к любому другому произведению кинематографа. Вот такая вот история. Такс. Итакс, давайте начнём потихоньку. Мне придётся одеть очки, несмотря на то, что они побликуют, и вам плохо видно мои глаза. Но никуда от этого, к сожалению, не деться. Увы, как говорится, мартышка, сами знаете, чем стало, когда слаба. Никуда нам от этого уже не деваться. Так, до выбора времени суток. Здравствуйте, здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Смотрю, смотрю всегда. Очень приятно. Очень приятно слышать, что всегда смотрите. Отлично, отлично. Итакс, уважаемые коллеги, давайте начнём, собственно говоря, смотреть нашу замечательную ленту. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся. Причём смотрите, на что хочу сразу обратить ваше внимание. Очень важный момент. Когда мы анализируем фильм, когда мы смотрим на него внимательно, необходимо иметь в виду, что вообще-то, во-первых, фильм рассчитан не на нас. Он рассчитан на другого зрителя. Он рассчитан на европейского зрителя в данной ситуации. Второй момент. Он рассчитан на то, что зритель будет его смотреть в большом кинотеатре. То есть на огромном экране. Ощущения там, вы сами знаете, совсем-совсем иные, чем на мониторе вашего компьютера или, не дай бог, на экране вашего телефона. Соответственно, на это нужно делать поправку, чтобы понимать, собственно говоря, а что хотели сказать создатели, а как они это планировали, ну и так далее, и так далее, и так далее. Итак, самое начало, уважаемые коллеги, с чего начинается лента? Лента начинается вот с такого интересного момента. Перед нами вот этот вот кадр. Как вы видите, кадр снят очень-очень широкоугольным объективом. Вообще, вся лента пронизана широкоугольными кадрами, то есть снятыми на шире. Чем они характерны? Почему это сделано? Зачем это сделано? И зачем нам это можно использовать? Как нам это можно использовать? Обратите внимание вот на этот кадр. Это первое, что видит зритель, когда в зале гаснет свет, и перед ним на экране начинается, собственно, раскатываться лента кинематографистов. Изменение перспективы. Колоссальнейшее изменение перспективы, плюс, заметьте, очень-очень низкая точка съемки. Почему на это обращаю внимание? Маленькое отступление, с вашего позволения. Дело в том, уважаемые коллеги, что правила визуального искусства, они, в общем-то, везде схожи. Что в кинематографе, что во фотографии. У нас в фотографии есть нюансы. У нас статичная картинка. В кино она развивается в динамике. Но принципы построения очень-очень схожи. Еще раз повторю. У хорошего кинематографа можно и должно учиться визуальному языку. А дело в том, что владение визуальным языком, умением его понимать, умением его создавать, оно как бы очень полезно, особенно в наше сложное время. Потому что огромное количество информации идет к нам именно так, по невербалке. Понимание вербалки и понимание, как им с помощью невербальной информации передать ту или иную информацию, передать так, чтобы она достучалась до сердца зрителя. Это очень-очень важный фактор. Так вот, смотрите, перед нами картинка. Картинка широкоугольным объективом созданная, с огромной перспективой, уходящей туда, вдаль. То есть пространство гипертрофировано, оно уходит туда, куда-то в пространство, к дальнему-дальнему солнцу. И смотрите, что происходит в самом-самом начале. Мимо нас вдруг, а мы сейчас следим активно, если вы помните фильм, следим за текстом. У нас идет очень интересный текст. И вдруг мимо нас проходит, проносится автомобиль. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Смотрите, как он это делает. Он просто пролетает, как будто бы из-за нашего плеча. И исчезает практически в точку. Вот это исчезание практически в точку, это как раз свойство широкоугольной оптики. Именно она дает такой замечательный эффект. Соответственно, будет это эмоционально воздействовать на зрителя? Как вы считаете? Вот представьте себе, при на огромном экране вдруг вот этот вот, разумеется, будет. Соответственно, что мы получаем? Мы получаем эмоциональный всплеск. Мы не можем не среагировать на движущийся объект. Вообще человек на движущийся объект всегда реагирует. Никуда он не денется. Вот, соответственно, здесь человек тут же эмоционально так дрынк, что-то произошло. Понимаете? Это очень здорово. Почему? Потому что весь фильм будет, как всякое хорошее кино, в фильме будут постоянные эмоциональные качели. От одного конца к другому, от одного конца к другому. И вот это вот прямо с самого начала. Так качельки взяли и качнули. Итак, после этого, что у нас интересного получается? А, ну да, чуть не забыл, чуть не забыл, уважаемые коллеги. Обратите внимание на цветовую гамму, которая здесь стоит. Да, у нас все в желтых тонах. И сразу обратите внимание еще на один фактор. Насколько чистая, насколько практически стерильная брусчатка у нас перед глазами. Это вообще особенность всего фильма. Мы с ней еще раз несколько раз столкнемся. Я буду обращать ваше внимание на это. Это, собственно, была такая задумка режиссера. Показать Париж, а действия разворачиваются в основном в Париже, как вы помните. Показать его сказочным, прекрасным городом. Таким, каким он хочется, чтобы он был. То есть, мало людей. Все люди подобраны, все люди добродушны. Очень чисто. Просто вот потрясающе чисто. Кто был в Париже, прекрасно знает, что на самом деле все совсем-совсем не так. Но дело не в этом. Это другой мир. Любой визуал, это иной мир создается, который, как правило, редко имеет отношение к тому, что есть на самом деле. У нас в фотографии все тоже, тоже самое. Абсолютно то же самое. Фотография никогда не отражает реальность. Она создает свою. Никуда от этого не деться. Итак, следующий момент, замечательнейший совершенно, когда мы видим вот этого мужчину, да, которого нам описывают. И смотрите, как здесь нам интересно его показывают. Вот прямо кадр, который достоин того, чтобы на нем задержаться и посмотреть. Первое. Кадр чрезвычайно уравновешенный. То есть, вот, уравновешен просто до абсурда. На что обратите внимание? Окно, да, в окне у нас картинка, которая для местных жителей значима. И человек сидит в кресле. Огромное количество информации в кадре. Значит, смотрите, здесь еще один очень-очень интересный момент. Вот, Хелен пишет. В Париже в 94-м году и улицы там были очень чистыми. Их мыли шампунем. Ну, что же, прекрасно, прекрасно. Видите, как. Ну, с 94-го года в Париже все сильно поменялось, насколько я знаю. И улицы там не очень чистые, и люди там не очень приветливые. И вообще все стало как бы все сильно-сильно по-другому. Но, дай бог, чтобы я ошибался. Вчера в Париже не был. Ничего не могу сказать, поэтому не буду утверждать. Вот, вчера я был здесь, у нас, в Москве. Так вот, возвращаемся к нашей картинке. Смотрите, что. Момент, который мы с вами обязаны всегда очень четко помнить. Дело в том, уважаемые коллеги, что любая деталь в кадре имеет значение для зрителя. Зритель будет всегда воспринимать любую деталь, которую мы внесли в кадр, любую-любую, как супер важную. Типичная ошибка начинающих фотографов, то, что мы не видим детали в кадре, кроме самого главного, кроме того, собственно говоря, которое мы снимаем. Вот то, что мы снимаем. То, что мы снимаем, да, для нас важно. А все вокруг находящееся для нас тонет, для нас пропадает. Не видим во время съемки, не видим во время обработки. А зритель будет видеть, и зритель будет свято уверен, что все, что мы с вами поставили в кадр, имеет значение. Кинематографисты, разумеют, уже знают об этом. Вот посмотрите, насколько говорящий здесь задний план. Вот эти рамочки с фотографиями, да, растения, мусс такой немножко как бы мусорный, какие-то залежи. Масса-масса мелких деталей, которые хочется рассматривать. И, разумеется, само лицо, само лицо, освещенное довольно резким светом из окна, вот, которое у нас находится строго по центру кадра. По поводу центрального расположения объекта, главного объекта в кадре, в данной ситуации, разумеется, главный объект – это вот этот мужчина. Мы еще с вами поговорим, потому что этот прием в данной киноленте чрезвычайно популярен. Вот, так вот, самое главное, посмотрите, откуда мы смотрим на этого мужчину. Мы смотрим на него снизу. Кто так смотрит на человека, на взрослого человека, сидящего за столом? Как вы думаете, коллеги? И давайте напишите мне, пожалуйста, вот откуда этот взгляд, что он ассоциируется, с чьим взглядом такой ракурс ассоциируется. Это важный момент. Давайте с вами это обсудим. Буквально две секундочки на это потратим. Добрый вечер, добрый вечер всем присоединившимся. Ой, у нас тут ливень. По-моему, еще и град с каминями. Судя по шуму за окном. С ребенком, с ребенком, с ребенком. Ребенок, конечно, взгляд ребенка. Да, совершенно верно. То есть, нас с вами, зрителей, таким образом, надо подталкивают к идее то, что сейчас мы смотрим как ребенок. Зачем это делается? Значит, в кинематографе есть такой замечательный прием. Нас подспудно подталкивают к какой-то идее, которую мы должны сами угадать, а потом эту идею подтвердить свою правоту следующими кадрами. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы мы постоянно получали подтверждение правильного прочтения того, что происходит на экране. Сейчас, коллеги, одну секундочку. У меня тут просто реально какой-то всемирный потоп. Прямо в окна вльет вода. Ну, пока я не захлебнулся, буду продолжать. Пока нас не затопило. Мамы геронные. Весело. Ну, у нас цокольный этаж, и прямо вот все заливает. Очень любопытно. Ну и кадры в кадре. Да, вы абсолютно правы. Совершенно верно. Второй кадр, вот он, второй кадр, который, да, безусловно, воспринимается как отдельный кадр, как отдельная информация, доносимая до зрителя. Соответственно, вот это изображение вступает в некое общение с основным изображением. В этом, собственно говоря, кайф, в этом, собственно говоря, главная суть этого приема кадр в кадре. Начинающие фотографы все наверняка слышали о том, что кадр в кадре это фу-фу-фу, это плохо, это ошибка. Нет, это не ошибка. Это ошибка в начале пути. Когда мы еще не владеем техникой, когда мы еще делаем все, не понимая, что мы творим. А вот когда мы уже начинаем понимать, это становится художественным приемом. Так вот, давайте посмотрим дальше, и нам станет понятно, почему нам показывают этот взгляд ребенка. Потому что тут же у нас на титрах начинается показ истории Амели в ее детскости. И нам показывают кадры, которые свойственны, в общем-то, большинству детей всего мира. Так или иначе, это очень знакомые картинки, все эти детские шуточки, приколы. Причем, заметьте, снято так, как будто бы это снято на старую кинокамеру. И цветовая гамма подобрана таким образом, напоминающая нам старую любительскую кинопленку. И снято именно так. Но при этом, разумеется, сохранена цветовая гамма. Вы видите, у нас идет постоянная перекличка цветов у нас идет, рифма. У нас красные титры и красная ягодка у Амели в ушах. У нас, где-то опять сейчас будет этот повтор, там еще будет. То есть, идея в чем? Идея в том, что нас погружают вот в этот замечательный, замечательный детский мир. Почему в детский мир? Ну, я все-таки не киновед и не кинокритик, поэтому я не буду сейчас сильно касаться составляющей вот этой фильма. Мы поговорим с вами о визуальной. Значит, на что обратите внимание по поводу погружения в детский мир? огромное количество крупных планов. Очень-очень много. То есть, все, что нам показывают на титрах, это все крупный-крупный-крупный план. Крупный план. Видите? Крупный план. Крупный план. Крупный план. Зачем это сделано? Крупный план потом будет у нас здесь возникнет еще несколько раз. Именно акцент на этом. Да, потому что дети смотрят на мир совсем иначе, чем мы с вами. И вот, крупный план для детей, как считается, гораздо важнее, потому что дети, они рассматривают мир иначе. Ну, и плюс к этому вечный вопрос, который возникает у всех, кто создает визуал, это разница между тем, как мы видим глазами, так как мы воспринимаем наше видение глазами окружающего мира, и то, что у нас получается в результате создания фотографий или кинематограф. Дело в том, что это видение совершенно-совершенно разное. и вместе им не сойтись никогда. И, собственно, в этой разнице между тем, как мы видим глазами и как видит камера, вот в этой разнице заложено место для художника. Если бы мы научились, ну, или когда мы научимся вдруг брать изображение прямо из мозга человека, ну, все сильно изменится в визуальном искусстве принципиально. так, итак, пойдемте дальше, пойдемте дальше, мы начинаем знакомиться со семьей Амели, с ее отцом. Значит, смотрите, на что обратить внимание. Первый момент, совершенно симметричный кадр, лицо строго под центром, причем лицо в классическом варианте, половина светлая, половина темная, это классический прием в кинематографии, в живописи, в фотографии, собственно, от живописи все это пришло к нам сюда. Прием заключается, данный прием показывает нам что? Показывает дуалистичность личности представленного нам человека. То есть, в нем есть светлая сторона, и в нем есть темная сторона. Вот, и это таким образом нам передается. Почему строго по центру, почему, да еще тому же такой крупный план? Для того, чтобы мы могли рассмотреть детали. Когда будете смотреть кино или пересматривать отдельные фрагменты, обратите внимание на игру актеров. Здесь игра актеров хорошая, настоящая, прямо вызывающая восторг зрителя. Почему? Потому что на крупных планах они отыгрывают так, как надо. Так вот, когда мы берем крупный план, усиленный, в данной ситуации именно идет усиление, симметричной композицией, тем самым мы заставляем зрительно внимательно-внимательно всматриваться в детали главного объекта. Главный объект в данной ситуации, как вы понимаете, это, разумеется, лицо отца Эмилии. Соответственно, мы будем очень внимательно смотреть на его лицо, на его мимику, и тем самым будем всматриваться в его психологический образ, что, собственно говоря, и преследуют уважаемые авторы и создатели данной киноленты. Так, дальше пойдемте, следующие замечательнейшие кадры о том, что не любят и что любит отец. Очень они мне нравятся, потому что вот это, конечно, прекрасная сцена с нелюбовью к прилипающим трусам. Обратите, опять же таки, внимание на цветовую гамму. Вы знаете, я, наверное, даже не буду сильно вдаваться в цвета, почему? Потому что если вы посмотрите цветовой круг, вам все станет понятно. Я думаю, что все наши зрители так или иначе знают, что такое цветовой круг, хотя бы в общих чертах, в принципе, этого достаточно, чтобы понять, а как это все работает. Вот здесь это работает просто идеально. На самом деле, данная лента была первой, насколько я слышал, первой или одной из первых французских лент, которые были подвергнуты компьютерной колористике. То есть цвета, да, разумеется, сильно-сильно изменены, изменены специально, умышленно, уже на постпродакшене. То, что сейчас делается везде и всюду, это обычный прием. Соответственно, подвергли ему очень интересно, очень здорово, и цвета в фильме Амели, это вообще отдельная песня, это можно просто создавать отдельную такую, не знаю, программу с этим связанную. Значит, на что здесь хочу обратить ваше внимание. Значит, вот смотрите, опять чуть-чуть по деталям. Вы же понимаете, что когда мы видим этот кадр в движении, я, кстати, специально их не ставлю в просмотре в движении, чтобы нас не заблокировали, потому что если я буду запускать фрагменты, длинные фрагменты киноленты, вот, сработает автоматическое, ну, на Ютубе сработает автоматическое распознавание, что я показываю кино, и нас просто тоже заблокируют. Вот, чтобы нас не заблокировали, я поэтому показываю, по сути дела, стоп-кадр. Ну, увы, таковы условия. Так вот, возвращаясь к тому, что мы видим сейчас на экранах, мы понимаем, да, что все внимание зрителя в данный момент приковано к главному персонажу, мужчине в красных трусах, то есть отцу Амели. Сзади у нас абсолютно симметричная картинка, абсолютно симметричный интерьер, как вы видите, но на что обратите внимание? Вот на эту женщину, сидящую на бортике, на несимметрично плавающих людей, на вот эту вот, видимо, я так понимаю, спасатель, судя по тому, что он одетый, сидящий здесь сбоку, то есть на то, что даже при вот этой вот, казалось бы, симметричности такой, вычурной, авторы посработились о том, чтобы детали в кадре подсказывали нам с вами, что этот кадр подлинный. Да, то есть я только что говорил о том, что любой визуал, созданный художником, он не является реальным. это всегда вымышленное пространство, но для того, чтобы зритель испытывал должные эмоции, для того, чтобы зритель сочувствовал происходящему на экране, ему нужно постоянно давать подтверждение того, что происходящее происходит на самом деле. Нам с вами, друзья мои, нужно делать то же самое. Это вот опять к вопросу, к супер-вопросу о деталях в кадре. Потому что нам с вами приходится буквально наступать на горло самому себе, потому что наш мозг старается убрать все лишние детали из нашего восприятия картинки, когда мы ее создаем. Это свойство нашего взгляда, нашего мозга. Мы стараемся не видеть ничего, кроме главного объекта. Ровно так же, как вот сейчас, смотря на этот кадр, мы с вами стараемся увидеть только мужчину в красных штанах, в красных, в трусах, прошу прощения, в красных. Понимаете, что они не зря красными взяты? А тем не менее, наличие деталей на заднем плане делают эту картинку, подлинный наш мозг дает нам команду. Это на самом деле, это на самом деле, это на самом деле, это на самом деле, ты можешь этому сочувствовать. Это все подлинное, это все подлинное. Вот это очень важный момент. Поэтому мой к вам призыв, обращайте внимание на детали. Прямо очень большое внимание. Еще раз повторю, это сложно, это сложно, но безумно увлекательный интерес. Так, пойдемте дальше. следующая сцена, я помню, когда рассказывает, что он очень любит задирать обои, да, и вот такая вот вычурная сцена, сцена совершенно эпичная, то есть, дальше мы сталкиваемся с тем, что, собственно говоря, в этом, в образах всех героев этого фильма безумное количество комичности, они комичны, это такой язык, прямо вот, собственно, автор сам писал о том, что, говорит, я не хотел создавать фильм правильный, как это делать, как положено делать, я хотел его сделать таким, каким я его чувствую, вот, и вот этот момент очень важный, почему он очень важный, прямо сейчас, знаете, на одну секундочку переключусь от кадра, потому что хочу потом к нему вернуться, смотрите, уважаемые коллеги, тело в том, что мы можем с вами долго упорно изучать всевозможные законы композиции, можем изучать приемы фотографии, кинематографа, да чего угодно, и это очень хорошо, потому что, изучая их, мы обогащаем себя, мы видим иначе, мы, эти знания становятся частью нас самих, но никакие знания, никакие правила, никакие суперприемы никогда не заменят нам таинство создания, таинство создания фотокадра, живописного полотна, литературного полотна, неважно чего, потому что творить, творить именно, вот создавать, может только человек, только нам это дано, ну, насколько это известно на данный момент, вот, машина творить не может, машина может только просчитать, а творить можем мы, и это удивительное, прекрасное свойство, в котором задействовано огромное количество всевозможных факторов, в частности, наши знания, которые накоплены на тот момент, значит, на момент творения, поэтому, да, знать надо, но творчество, это прекрасное ощущение, это прекрасный миг, когда мы берем и создаем из ничего, например, фотографию, вот, поэтому творите, творите, как только можете, вообще, творите, вытворяйте, так, вернемся к нашей ленте, ну, здесь, я думаю, все понятно, потому что, человек специально встает в позу, показывая свое превосходство, нижняя точка, да, опять-таки, нижняя точка, резкий боковой свет, но при этом, совершенно комичность этой ситуации подчеркивает, чему, чем, тем, что сам процесс, обдирание обоев, всего лишь навсего, и вот эта маечка, маечка-алкоголичка, как у нас ее называют, которую врождают, безусловную улыбку, что, собственно, и требовалось добиться, чего и требовалось добиться. Дальше идет великолепная сцена с обувью, и главное, конечно, с инструментальным ящиком, почему, потому что чистка инструментального ящика, это еще одна его, то, что ему нравится, обратите внимание, как интересно построен кадр, перво-наперво, на переднем плане у нас тщательно разложены инструменты, ну, собственно, они так и должны быть разложены, поскольку, это, собственно говоря, некий элемент перфекционизма, мы здесь наблюдаем у человека, чем такого сильного перфекционизма. Опять обратите внимание на лицо его, как оно освещено, опять только половина лица освещена, вторая половина прячется в тени, опять дуализм личности, вот, и вот эти предметы, освещенные резким цветом на переднем плане, неизбежно привлекут наше внимание, то есть, да, для нас всегда в кадре главным является человек, это неизбежно, но, поскольку у нас передний план, для нас тоже всегда чертовски-чертовски важен, мы обязательно глянем на эти предметы, мы их оценим, и то, что они лежат в строгом порядке, для нас станет чрезвычайно, чрезвычайно важным, причем, если вы еще присмотритесь внимательно, прямо вот проанализируйте, как они разложены, обратите внимание, они очень-очень уравновешены, а далее все тонет во мраке, видите, у нас прямо вокруг него светлая зона, дальше все тонет во мраке, вот, у меня, честно говоря, первая ассоциация была, когда я увидел этот кадр, что это некий отсыл к библейским темам, к живописи, вот той поры, то есть, как бы прежних веков, к европейской живописи, по-моему, это что-то оттуда, а это что-то оттуда стоит очень дорогого, потому что любое упоминание изображений, которые нам близки и чем-то знакомы, повышает уровень смотрибельности кадра, которые мы с вами делаем, ну, или делают кинематографисты, поэтому, когда вы делаете кадр, и вам вдруг захочется как-то намекнуть на живопись, на графику, на известные фотографии, на что-то то, что всем известно, не стесняйтесь, сделайте это, это повысит рейтинг вашей фотографии неизбежно, правда, у этой есть стороны еще одна деталь, еще одна сторона, у этой стороны есть еще одна сторона, у этой медали есть еще одна сторона, как и положено, дело в том, что увлекаться этим тоже чрезвычайно не стоит, ну, как, впрочем, любые, все что угодно, любая вещь в этом мире, если ее переборщить, она становится абсурдной. Следующий момент, выпекание, пластинок, как блинчиков, да, значит, здесь, что хочу обратить, на что хочу обратить ваше внимание, перед нами пример, по-моему, замечательный пример предметной съемки, обратите внимание, как выставлен цвет, ну, во-первых, цвета, опять, да, зеленый, красный, эти цвета здесь везде присутствуют, это основные цвета, которые у нас будут сопровождать весь фильм, обратите внимание на то, откуда падает цвет, на вот эту выпекаемую пластинку, грампластинку, резкий боковой свет, вот, причем, отдельно обратите внимание на то, как, опять-таки, отработан задний план, вот сюда вот посмотрите, видите, как здорово, да, то есть, нам намекают, что откуда падает этот цвет, вы даже можете, если присмотритесь, понять, что, видимо, эти пластинки выпекают рано утром, ну, чтобы к тому моменту, как проснутся основные потребители грампластинок, они уже получили свежеиспеченные пластинки, ну, так же, как хлеб, блинчики и так далее, вот, то есть, предметная съемка, любая предметная съемка, уважаемые коллеги, она прежде всего знаменита тем, что у нее скользящий свет, для чего? Да потому, что нам необходимо ощутить фактуру, фактуру, фактуру того объекта, который нам показывается, потому что тогда мы поймем, из чего это сделано, особенно это заметно на фуд-съемке, но это вообще отдельная тема, фуд-съемка, это безумно интересная тема, вот, мы сейчас ее сильно касаться не будем, хотя вот это практически фуд-съемка в чистом виде, почему? Давайте, возникли псевдо-тактильные ощущения, как будто мы касаемся этого пальцами, почему? Когда у нас возникают псевдо-тактильные ощущения на кончиках пальцев, у нас возникают псевдо-вкусовые ощущения, они у нас завязаны, и тогда мы понимаем и чувствуем, тогда мы начинаем морщиться при виде лимона, вот, нам становится сладко от чего-то сладкого, там, и так далее, и так далее, и так далее, мы начинаем чувствовать запахи фотографии, Фактура, свет Все очень просто и безумно сложно И офигительно интересно Так, что у нас тут пишется Даже утренний свет продуман Ничего себе, обязательно продуман Обязательно, это вот то, о чем я говорю Понимаете, в хорошем кадре Продумано абсолютно все, причем Готов спорить, что Подавляющее большинство зрителей, которые Видели эту сцену, не задумывались Об этом, им не надо об этом задумываться Потому что они это просто ощущают Как само собой разумеющиеся И это правильно, абсолютно Это вот Это правильный ход Вот, это мы с вами задумываемся Потому что мы смотрим на это Не совсем как обычные зрители, мы с вами фотографы Очень быстро Это все фиксируется на автомате Сначала немного медленно фиксируется Одно, другое, потом это быстро-быстро-быстро Да, совершенно верно Да, Елена, вы абсолютно правы Итак, мы двинемся дальше С вами, и так, значит, вот у нас Следующее, мы встречаемся с Амели Я вырезал огромный кусок Посвященный ее детству Мы на тот момент с ней встречаемся Когда она Когда ей подарили Компакт-камеру Вот, первое, смотрите Мы видим Амели, нам показывают ребенка Вот сразу же, прямо, уважаемые коллеги Те, кто снимает детей Вот это хороший ракурс Для съемки детей Самая большая ошибка съемки детей Это снимать их сверху С высоты нашего взрослого возраста Получается, чупа-чупс Получается такая огромная Голова, смотрящая на камеру Да, и маленькие тоненькие ножки Фу-фу-фу Это не надо делать Чупа-чупсу мы обычно делаем Из юных девушек Потому что они хотят, чтобы их сняли Как будто они дети Чтобы показать Подчеркнуть свою юность и молодость Это такой прием штатный Фотографии Немножко чупа-чупса из него И она говорит Ой, я такая еще молодая И такая мне всего-то 32 года Ладно А здесь снято очень здорово Снято вот прямо С уровня человечка То есть камера опущена туда Детей снимают, сидя на полу Ползая рядом с ними Вот, и это замечательно Потому что мы видим личность Собственно говоря Как и положено в этом фильме У нас Амели Это личность сложная Непростая С проблемами Вы в сети можете найти огромное количество Психоанализа Всего фильма Там, собственно, личностные Прямо психологи С удовольствием анализируют Всякие нюансы психотипа И так далее, и так далее, и так далее Там интересно Если покопаться Можно всего много найти Любопытного Но нам главное, что Вот оно Вот он взгляд На ребенка Нормальный для съемки Или его И дальше, смотрите Дальше идет великолепнейший момент Наезд Она берет эту компакт-камеру Щелкает И нам показывают Вот такой прекрасный кадр Просто великолепный По-моему, кадр настолько шедевральный Что его хочется распечатать И повесить на стену Независимо ни от чего Даже если бы я не знал Всего этого фильма Никогда бы его не видел Вот чем эта кинолента У меня, собственно, припрельстила Потому что Здесь множество кадров Которые Не Взависимо от сюжета Сами по себе Просто великолепны Что мы видим? Смотрите Камеры еще ниже, чем ребенок Еще ниже Вот Причем Здесь мы впервые Сталкиваемся с приемом Который дальше Будет активно использоваться Во всем фильме Показывая Волнение Которое у Амелии случается То есть Некие волнительные Эмоциональные Эмоционально Активные Моменты Которые нам передают Почему? Потому что Плоская картинка Заменяется Многоплановой Как вот здесь Вот плюс еще Заметьте Как у нас домик-то падает Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Домик падает 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 Да, прямо рушится Ну и что? А нам это совсем Совсем не страшно Вообще не страшно Ни разу Вот Зато Какой шикарный кадр Он опять Уравновешен Он опять Гармоничен Гармония Это и есть Красота В визуале Гармония Это собственно Грато Без чего Никак невозможно Потому что Негармоничная Картинка Просто никто Смотреть не будет Негармоничная Фотография Это говнофотка Ну простите Уж меня великодушно За такие слова Грубые Но из песни Ни слова не выкинешь А здесь смотрите Вот у нас Личность девочки Вот у нас Личность Волшебного Зайчика И самое главное Нас погружают В сказочный Волшебный мир Заметьте Какой домик Взяли Да Домик Это не простой Домик Красивый Домик Чем-то напоминает Старые сказки Собственно говоря Нас погружают В сказочную Атмосферу Всего Фильма Все дальше Дальше И дальше Вот А мы идем Далее И следующий Кадр Там будет Еще второй Тут уже Ах Тоже с мишкой Да И опять Сказочный домик И опять Нижняя точка И мы опять Как будто бы Рядом с этой девочкой То есть В этот момент Мы с вами Становимся Немножко Этой самой девочкой Мы смотрим У нее Из-за плеча Взгляд Из-за плеча Это классический Прием Который используют И кинематографисты И фотографы Кинематограф В кинематографе Его просто обожают Потому что Что сей прием Означает Это означает Что мы берем Зрителя И сажаем Вот сюда За плечо Нашему герою Потому что Мы присутствуем Вместе с ней На этой улице Мы вместе с ней Фотографируем Этого мишку То есть Мы соучаствуем С ней Вот что здорово Вот что интересно Так Так Далее 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 Мы сразу С вами Перенесемся В тот момент Когда мы уже Знакомимся С Эмилии Повзрослевшей Вот С ее Значит Уже Нынешним состоянием С этим Знаменитым Кафе Это на самом деле Кстати Реальное кафе Насколько я знаю На Манмартре И Там Да Есть эти столики И поклонники Киноленты Они Там Значит Периодически Борются Чтобы посидеть За этим столиком Вот Побывать там Кафе Стало безумно Популярным Потому что Фильм Ну реально Стал очень Очень популярен Сами видят Тут есть Чего Так Ну вот Портрет со спины Такая же Интересная идея Ирина На самом деле Да Портрет со спины Это вполне Возможная версия Понимаете Мы с вами Очень много Находим Как бы Очень часто Находимся В Как это В В тисках Клише Наших Портрет Это вот так Вот надо смотреть Нет Портрет Это интересное Что-то Рассказать Человеке Бывает Что и со спины Можете сказать Столько всего Интересного И кстати Вот На На крайнем Нашем Разборе Да Который был Недавно Совсем Там был Портрет Один Там мужчина Стоящий Спиной К камере Он был Повернул Практически Спиной К камере А интересный Портрет Получился Зайдите Гляньте Там где-то В середине Он находится В середине Разбора Есть там Такая Картинка Вот пример Фотография Так Угу Угу Человек Интересный Кадры Получается Ирина Совершенно С вами Солидарен Подглядывать За человеком Фотографирующим Вообще Интересно Та же как фотографировать Фотографирующего Вот чем прекрасны Наши фотопрогулки Сейчас альбом Кстати Нашей ночной Фотопрогулки Все больше Разрастается Там все больше Интересных Снимков Посмотрите Сколько там Фотографий Фотографирующих Людей Это безумно здорово Человек Фотографирующий Всегда интересен Потому что он Занимается Творческим Процессом Он становится Красив По определению Лицо Красивое Становится Люди Тело Становится Красивым Человек Фотографирующий Прекрасен Вот И вообще Любой человек Занимающийся Делом Интересным Он становится Сразу Красивым Поверьте мне Давно это Заметил А потом уже Узнал Что это Правило Так Тут Пять Ширик Да Конечно Ширик Конечно Ширик Обязательно Ширик Искажения Совершенно Безумные Вот В левом углу Закат Что это Означает Ну Как сказать Разумеется Означает Ну смотрите У нас Закат Здесь Какой Желтого Цвета Желтого Цвета Подсветка У нас Какая Желтая Цвета Желтая Цвета Рифма Чтобы Гармонично Все это Какая Как бы Чтобы Гармонию Высилить Ну Иногда Иногда Бананы Это просто Бананы Иногда Закат Это просто Красивый Закат Здесь По сюжету В общем Это не имеет Особого Значения Но Кадр Должен Быть Красивым И Здесь Очень Часто Так же Как мы В фотографии Мы не Очень Понимаем Зачем Мы То есть Что-то Мы делаем Осознанно А что-то Делаем Неосознанно Так Самое Интересное Что После Если это Сделал Человек Талантливый Талантливый То есть У него Вот этот Момент Творения Он Такой Интересный Момент Творения Понимаете Когда мы Смотрим Такую Картинку Мы Начинаем Видеть Оу А здесь Вот Использовано Это Использовано Это Использовано То Вот Он Столько Всяких Разных Приемов А человек Не помнит Где Я ничего Не использовал Я просто Сделал Чтобы Красиво Было Это Нормально Совершенно На самом деле Он все Это Использовал Просто Это Произошло На ней Ну Как бы В Неосознанной Форме Но Он Это Сделал Потому Что Смотрите Уважаемые Коллеги Есть Один Маленький Хитрый Нюанс Все Композиционные Приемы Всякие Разные Фишки Которые Существуют Фотографии Вообще В любом Визуале Не только Фотографии Разумеется Они Идут От Того Как мы Воспринимаем Картинку От Того Как Большинство Людей Воспринимает Изображение Не наоборот А Соответственно Вот это Восприятие Картинки Красиво Некрасиво Оно Заложено В нас Изначально Априори Оно Просто В нас Лежит Оно В нас Присутствует Поэтому Все эти Законы Золотого Сечения Законы Композиции Правила Того Правила Сего Они Все Прекрасны Они Великолепны Они Очень Нужны Их Надо Изучать Их Надо Использовать Потому что Чем Больше Мы Знаем Тем Больше Мы Сможем Вложить Но Они Все Идут От Того Что Вот Это Почему Нравится Большинству Людей Не Всем Если Была Единая Законная Такая Единая Кнопка Сделать Шедевр Я бы Сделал Фотографию Которая Понравилась Всем После Чего Наверное Надо Было Умереть Потому что Я Уже Все Сделал Ну Тоже Как Всем Остальным Художникам Так Или Просто Закат Просто Рифма Поняла Да Ну Очень Красиво Совершенно С вами Согласен Реально Очень Очень Красиво Закат Это Вообще Красиво Итак Мы Начинаем Знакомиться С Нашей Героиней Да И смотрите Как нам Интересно Ее Покажу Вам Вот так Вот Я Специально Сделал Отдельные кадры Первый кадр Второй кадр Третий кадр Как на него На нее Находит Камера Сначала Нам показали Ее Отвернувшаяся Нам показали Что это Чертовски Привлекательная Красивая Девушка С великолепной Фигурой Ну красивая же Черт возьми Ну правда же Красивая Причем Заметьте На ней Что одета Красная Футболка Да Красная Майка Кто-нибудь Еще Вокруг Одет В такую же Красную Одежду Нет Почему Потому что Она главная Героиня Заметьте Где она Стоит Строго По центру А теперь Обратим Внимание На людей Вокруг И дальше Мы помним Что по следующему Начинает Описание Всех Этих Людей Которые Постоянных Посетителей Которые Здесь Присутствуют А мы Их Уже Увидели Да И дальше Нам их Будет смотреть Еще Интереснее Так вот Возвращаясь К нашей Героине Мы Сразу Понимаем Кто она Мы понимаем Что она Официант Это важный Момент Мы должны Об этом Догадаться Прежде чем Нам об этом Скажут Потому что Дальше Когда нам Об этом Скажут Мы должны Подтвердить Как это Получить Подтверждение Своей догадливости Это специально Делается Нужно Все время Гладить По голове Нельзя Человека Все время Бить Ему Надо Давать Пряники Вот И в Кинематографе Это очень Любят Делать Пряник Сказать О Ты догадался Ты догадался Ты догадался О Я знал Говорит Зритель Я знал Она Официантка И тут же Говорит Она Официантка Классно Как Я Понял Заранее Что она Официантка Ну Понятная Дея Для чего Это Уже Лицо И вот Это Замечательный Взгляд Прямо В кадр Прямо В кадр Взгляд Который Пронизывает Человек Он Осмотрит Прямо На Зрителя То есть Прямо Туда Прямо Совсем Совсем В зрителя Для того Чтобы У нас С ней Возникла Эмоциональная Связь Понимаете Это Обязательные Условия Для таких Ситуаций Потому что Эта Героиня Должна Нам Не просто Нравиться Мы должны В нее Влюбиться Независимо От нашего Пола Возраста Гендерных Пристрастий Половой Ориентации И всего Остального Сексуальной Ориентации Прошу прощения Мы должны Все полюбить Мы должны И сочувствовать Иначе кино Смотреть Бессмысленно Если мы Не сочувствуем Героине То все Неинтересно Поэтому Нам Показывают Ее так Да Кстати Уважаемые Коллеги Особенно Коллеги Которые Занимаются Портретной Съемки Обратите внимание На маленький нюанс Маленький Но чертовски Интересно Куда мне мышка делась Вот у меня мышка Вот сюда Вот Смотрите Какая у нее Жуткая Складка На шее Ничего Нормально Совершенно Никто не переживает По этому поводу Почему-то Знаете Как интересно Ну и так К слову Да потому Что не до этого На самом деле Конечно У кинематографа Есть огромное Преимущество Перед нами Я уже об этом говорил Дело в том Что в кинематографе Все развивается У нас нет Здесь нет статичных картинок У нас с вами статика И вот для нас Эта складка Была бы ужасной Потому что у нас Все замерло И у нас люди Будут рассматривать Ее внимательнейшим образом Увы 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 Не все Можно перенести Итак Следующий момент Который Хочу обратить внимание Там помните Идет описание Постоянных посетителей Работников В кафе Вот эта вторая официантка Которая Потомственная колдунья По-моему Такой на этом Любит Когда хрустят кости И как это Замечательно Показано О Значит Что хочу обратить внимание Просто вот Чисто для нас С вами Что здесь важно Нужно было Обратить внимание На кисти рук Данной Актрисы Первое Опять у нас Боковой скользящий свет Боковой скользящий свет Который показывает Нам рельеф руки Да Заметьте Она одета В темную одежду А кости хрустят На темном фоне То есть Чтобы руки Были контрастные Здесь мы с вами Касаемся темы Которую я все время Всем твержу И надеюсь Когда-нибудь Дотвержу До того Чтобы большинство людей Ее поняли Все что у нас есть Контрастное Все притягивает Внимание Неизбежно Это физиология Физиология Нашего восприятия Любая контрастная точка Контрастная линия И так далее И так далее И так далее Весь этот мир Построен Визуальный мир Построен на контрастах Это как законы физики Можем это не признавать Но Все равно Яблоко Упадет вниз Независимо от нашего Отношения К теории Сэриса Ака Ньютона Маленький нюанс Обратите внимание Свет у нас падает Вот с этой стороны Да Вот отсюда Соответственно Вот эта сторона У нас более активная А на этой стороне У нас что? А? У нас на этой стороне Часы Зачем? Да чтобы выровнять Они же могли Поставить свет По другому Я не говорю Что они могли Часы Большинство людей Вносят часы На левой стороне У этой официантки Должны быть часы Но вот представьте Если мысленно Уберите эти часики С ее руки У нас вот эта сторона Начнет перевешивать Потому что она Более ярко освещенная Повесили сюда часы Добавили контрастный объект Все Они стали ровно вешены И вот эта симметрия Она теперь Практически Абсолютная Я имею ввиду Не геометрическая Но визуально-эмоциональная Так Ну-ка Что у нас тут пишут Хорошего А ничего Вот прямо Отрезанная голова Да ничего страшного Как видите Отрезанная Отрезанная Ничего что у нас сейчас В портретах Вот так принято Головы резать Да Стало Вот так вот Нормально стало Нормально Понимаете Там лет 15 назад За это бы Фотографа съели И еще камеры Закусили бы Как ты Ма-ма-ма-ма Я первый бы загрызся Или меня бы загрызли А сейчас можно Потому что все меняется Можно Отрезанная голова Это в статике Я в кино И пусть так себе Ну отчасти да Отчасти так В статике все просто жестче У нас у фотографов Все немножко пожестче Потому что у нас Дольше восприятия А там все это движется Поэтому Там То что сейчас отрезано Дальше может перерасти У нас нет У нас конечно Чуть-чуть-чуть иначе Никуда от этого не деться Да Фотографии то же самое Можно резать Если надо Можно Можно Запускается резать Вот Хотя Очень хорошо сказано В кинокадре На крупном плане Это нормально Но сейчас И в фэшн фотографии Допускается резать И голову И конечности Разумеется Часы в противовес Ура Я догадалась Да Согласен Вот вы и учили Не резать Зачем Вот Вот Вы учили Не резать Значит буду Ну Учил Я Не забывайте Коллеги Я учу Не Как это Моя задача Дать вам Максимум возможностей А уж Как вы это будете Использовать Врежьте Да режьте На самом деле Понимаете Вы можете делать Все что угодно Вы все взрослые люди Вот Все что не противоречит Законодательство И Представление Общественной морали Делать можно В искусстве Вот Весь вопрос Что Как это делать Ну и так далее Дело же не в том Чтобы обрезать А зачем Понимаете Когда мы начинаем Резать голову Или еще что-нибудь делать Возникает Самый супер вопрос А зачем Знаете Как основной вопрос Философии А зачем У нас Как это Основной ответ Философии А затем Поэтому Режьте Только Имейте возможность Сказать А зачем Вы это сделали Как только У вас появится Ответ На этот вопрос Вы будете Абсолютно Вправе Это сделать Я первый Встану На вашу защиту Понимаете Буду Там до последнего За вас Сражаться Со всякими Прокобесами Которые говорят Что это не положено Если вы ответите Зачем Вы это сделали Потому что Это будет означать Что вы это сделали Осознанно Вот так Вот Вопрос в том Что главное в кадре Конечно Конечно же Что главное в кадре Здесь надо было Хрустнуть пальцем Это было главное Здесь Это вот то же самое Что в самом начале В титрах Да Крупные Крупные планы Наше внимание Сосредотачивают На том Что важно Говорят Остальное потом Посмотрим Вот сейчас На это глянь Потому что Это Великая Богиня Страны В Апрессендии Потому что Видимо Где-то рядом С Костомукшей Должна жить В карельских Прекрасных Карельских лесах Богиня Потому что Так Для того Чтобы нарушать Правила Надо сначала Их выучить Вот абсолютно Дмитрий с вами Согласен Солидарен Более того Скажу Прежде Для того Чтобы нарушать Правила Им надо научиться Пользоваться Потому что Нынче Очень модно Стало Знаете Как исходя Из того Что А правила Это не столь важно Давайте нарушать И все будет хорошо Не будет хорошо Потому что Не в нарушениях Дело А в том Чтобы следовать Этим правилам Правила Это для облегчения Нашей жизни А это же Это же Для нас С вами А не для Кодекса Административного Да Вы Дмитрий Абсолютно С вами Абсолютно Солидарен Собственно Говоря Вот обычно Как Для тех Кто начинает Первые шаги Делает В осознанном Процессе Фотографирования Да Фотографировать Могут все Телефоны Есть у всех Сейчас для этого Ничего не надо Кнопочку нажал Фотку получил Вот По хорошему Сначала Нужно научиться Делать по правилам Потому что Следующий уровень Вот как бы После этого Да Это нарушение Первичных правил А потом еще Следующий уровень Дело не в нарушении Дело в развитии Этих правил Вот в чем дело А Человек ленив И поэтому Идет на поводу Тех Кто говорит Там фигня Все Давай сейчас Все нарушим И будет круто Будет А круто не получается Получается полный отстой Вот Ну правда Находятся Как бы Коллеги мои Коллеги такие Коллеги Коллеги Типа коллеги Да Которые Изо всех сил Внушают людям О том Да Отлично У вас фотография Вообще Класс Да Все Криво Косо Ужасно Отличное Фото Людям нравится Когда им говорят Что у них хорошо И не нравится Когда их ругают Поэтому Я продолжаю Ругать И хвалить У меня работа такая Ладно Пойдемте дальше Коллеги Так С руками Разобрались Следующий момент Неудачный Писатель Да И собственно Кстати Вы видите Вот у нас У него тоже красная Кофточка Это была Да У этой Официантки Нам сделали Черный Берлый кадр Вышли Выкрутились Ситуации Великолепные Вот Так вот Смотрите Он как вы помните Неудачный писатель Берлый кадр Нам Нам делают Психологический Психологический портрет Показывают Профиль С очень Странным Лицом Обратите Внимание Вот здесь Очень интересный Момент Уважаемые коллеги Дело в том Что мы с вами Мы же с вами Считываем С лиц Людей Очень Очень многое Хотим мы этого Или нет У нас масса Информации Приходит Причем Огромное количество Информации Мы Получаем Но не осознаем Мы как бы Ее неосознанно Поглощаем Вот Это вот Отсюда идет Вот эти знаменитые Наши ощущения Да Посмотрим на человека Встретились с ним В первый раз И это вроде Приличный человек Вроде все хорошо Но что-то мне в нем Не нравится Сволочь он Вот я вижу Что он сволота Последняя Не могу понять Почему Но вижу Что скотина Это на самом деле Мы все увидели Просто мы это Употребили В наше правое полушарие Правое полушарие Обработало Огромное количество Информации И чтобы левое полушарие Наше разумное Как бы в котором Вот Все рацию И все прочее Присутствует Не перегрелось Туда это выдалось В виде короткого ощущения Я сейчас очень упрощаю Вот Я думаю Люди которые Понимают Ну знающие Которые в теме Сейчас меня предадут Анафеме За такую интерпретацию Ну наверное Вкратце Я все-таки Где-то как-то прав Вот Я очень надеюсь На это Что меня все-таки Не совсем Загнобят По этому поводу Вот И дальше Мы получаем Ощущение О человеке Основанное На визуале На аудио информацию Там на такте В общем на все На все гаммы Нас интересует визуал Мы с вами Визуалом занимаемся Вот И считываем мы Огромное количество информации Вот здесь Как раз это использовано Обратите внимание Какой у него профиль У него профиль Мужественный Ни хрена не мужественный Да Его специально посадили Так Чтобы мы на этот профиль Обратили внимание Вот А чтобы нас Совсем добить Окончательно Нам дали Замечательно Красиво Снятую Вот эту рюмочку С оператива Красного цвета Разумеется Ну разумеется Красная Какая она еще Может быть В данном В данном Клинификации Самореализации И так далее И так далее И так далее Он наклоняется К рюмке А не рюмку Подносит к себе Это то Что мы считываем Мы там еще считаем Массу всего Там включая Прическу И так далее Вообще Фильм гениальный Вот если смотреть Хорошие фильмы Там столько Интересного Лезет Это тоже То о чем Мы с вами Можем И в общем Наверное Должны отчасти Думать Когда мы делаем Портреты людей Независимо Постановочные Репортажные Неважно Мы же об этом Мы же о человеке Говорим очень много Эти нюансы Которые люди Обязательно считают Обязательно Обязательно Ну это же Любопытно Опять таки Так Ругать И хвалить Конечно Кнут И пряник Ну Если я буду Только хвалить У меня будет Больше подписчиков Что называется Все будут рады Что их хвалят Ну Совесть моя Совсем Когда там Покроются Чем-то Нехорошим Так Так Пойдемте дальше Следующий момент О Один из Любимейших Кадров В этом Фильме Вот Рассказ О коте Стюардессы Которого Она оставляет Амели Периодически Да Шикарный Шин и кадр Вот смотрите Представьте себе Что мы сейчас Не обсуждаем Фильм Мы не смотрели кино Мы вообще Всего этого не знаем Мы просто Видим эту фотографию Я бы эту фотографию Просто посчитал Гениальной Честное слово Почему Потому что Она нам рассказывает Настолько много А самое главное Она создает атмосферу Вот давайте Сейчас очень быстренько Пробежимся Как это сделано Первый момент Котейка Ну котики Наркотики Теплые животики Понятно Да Котики Нам всех нравятся Котики Это Розац Дети Которые Нас всегда умиляют И мы их обожаем Вот У них такое свойство Вот Прямо Мы от них Малеем Независимо от того Даже если мы их Не очень любим Где-то в душе Все равно Мы от них Малеем Они все равно Нравятся Вот Значит Соответственно Котик Все Тут же У нас в башке Котик 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 Ааа Как хорошо Что котик Нам всем нравятся котики Ну за редким исключением Дальше Что у нас Дальше у нас Семейная сцена У нас двое детишек Да Постарше И помладше Мы практически Одни профили От них видим Но мы можем Это легко определить Буквально Одним касанием глаза И явно Папин профиль Судя по всему Такой С мужественным Хорошим профилем Человек Заметьте Да Который Опустился Туда К детям Видите Он не нависает Он их не ругает Он с ними вместе Он там по сюжету Как вы помните Им читает Дальше Ну торшер Разумеется Торшеру дойдем Окно Окно То есть Вот у нас Мир Вот он Окруженный Тот самый Фрейминг О котором я говорил В понедельник Вот он В своем ярком проявлении Вот Потому что Все остальное Пространство Не существует А теперь Вспомните себя Особенно в детстве Когда вам читали книгу Когда вы сидели Около торшера Или около лампы И весь мир Тонул в темноте Особенно Когда вы были маленькие Это были самые Вообще сладостные Минуты Наверняка В вашем детстве Вот у меня Такие минуты были Когда мы читали книжку При свете торшера Я до сих пор Помню этот торшер С тряпочным Бажуром Таким Матирчат Это было Безумно Безумно Классно Как я понял Уже сейчас Ну с годами Чем дальше Тем слаще Все воспоминания Нашего из детства Другой вопрос Почему такое происходит Ну это Отдельная история Но тем не менее В каждом из нас Это сидит И упоминание Об этом Делает нам Приятно У нас тут же Прям вот всплывают Эти ощущения Как пузыри такие Изнутри Потому что Мы помним Как это было здорово И здесь Это самое напоминание Из детства И что по сути дела Котик Котик Маханатый котик Смотрит на картинку Из нашего детства Охренеть Гениальный кадр Заметьте Откуда кадр Да Кадр опять снизу Все снизу Все оттуда Вот И это безумно Безумно здорово Вот Ну и торшер Конечно Отдельно выделен То есть Его показали Обязательно В принципе Здесь торшер Нужен Как козе Обезьяны Ну У нас Окном светло Зачем нам торшер Торшер Здесь нужен Исключительно Для Вот этого Референса Не референса Как это правильно сказать Ну в общем Чтобы мы вспомнили Об этом Понимаете Нужно чтобы Мы вспомнили Свой торшер Из детства Или лампу При которой нам читали Или еще что-то такое Потому что Уют Отдельного источника Света Ничем не заменить Если вам скажут Где вам уютнее В залитом светом Зале Или в Небольшом помещении Притемненном В котором горит Торшер Да Я думаю Большинство Выберут торшер Поэтому в кафешках Которые Там Позиционируют себя Как место для свидания Всегда отдельные лампочки На столах Ну и так далее И так далее И так далее И мы эти приемы Тоже активно используем Фотографии Вот И здесь Опять Мы смотрите Мы опять смотрим Откуда Мы смотрим Из-за плеча котика Вообще обалдеть Можно Гениально Просто гениально снят Так Следующая сцена Которая Которая Вошла Просто в классику Да По поводу Того Что она любит Погружать Свою руку В бобы Да Опа Значит Заметьте Как построен кадр Нам показывают Ее фигуру Нам показывают Ее фигуру Почему Причем Показывают так Что мы фигуру Четко читаем И считываем Ее Ну фигуру человека Не считать сложно Фигуру такой красивой Девушки Не считать Ну практически Нереально То есть Я так подозреваю Нас подталкивают К чувственности К чувственности Чтобы мы Разделили Вот эту вот Тактильный кайф Который она испытывает Опуская свои руки В мешок С Бабами Ну это чем дело Это же тактильность Тактильность И Сексуальность Это очень Очень близкие вещи Очень близкие понятия Поэтому их И эксплуатируют Вместе Здесь у нас Собственно Молодая Привлекательная Сексуально Привлекательная Девушка И нам это Подчеркнули С самого начала С первого Взгляда Вот эта вот Изогнутая фигура Знаменитый кадр Ну то есть Каждый кадр Почти будет знаменит Да Потому что Они разобраны На отдельные кадры Как бы на цитаты Визуальные Амели Ложка Ну понятно Почему Да Почему ложка Так Самый интересный вопрос Почему у нас Такой фон И почему у нас Такая ложка По поводу Глаза Ракурса Ничего не буду говорить Заметьте Что только Очень мягкий Свет На Амели Да На ней свет Очень-очень мягкий В большинстве Кадров И здесь Тоже Почему он мягкий Потому что она мягкая Пушистая Потому что нам Здесь не говорят Про ее противоречия В данной ситуации Она кайфует Она получает удовольствие От того Как ломает Сахарную Корочку Не знаю Где-нибудь там Ломают сахарную корочку Я не в теме Немножко Кстати Вот Коллеги Где французы Ломают сахарную корочку Я все время забываю Об этом Напишите пожалуйста В чате Там вот у них Какая-то такая Прямо традиция Национальная Ломать корочки Сахарные На чем-то Вот А здесь что интересно Смотрите Ложка Ложка Да У нас ложка С чем Пересечь Как бы Рифмуется В данном кадре Заметьте Как на ложку Свет падает И Что рядом С этой ложкой Показано Глазки у нас Показаны рядом Да Вот Скажите А при чем здесь это А при том Это таким образом Нам картинку делают Особенно Приятной Для просмотра Это приемы Для приятности Просмотра Плюс У нас Ритмичный фон Тем не менее Фон Малозначимый И опять У нас Наша героиня Стоит в центре кадра То есть В центре кадра Поставили Значит Заставляем Зрителя Внимательно Рассматривать Детали В этом Кайф В такой Постановке Кадра Так И далее А ну да Вдали Вот оно В крем-брюле В крем-брюле Для меня Крем-брюле Все время Почему-то Сырится с мороженым Ну это Видимо Да Вот Мое советское детство Потому что Конечно Крем-брюле Это другой Совсем Но это Издержки Воспитания Вот собственно Та самая Корочка Опять-таки Вот по поводу Корочки Значит Мы уже касались Этой темы Когда Говорили Про то Как пекутся Диски Для Как пекутся Грам-пластинки Вот здесь Вот здесь У нас Яркий пример Фуд-фотографии В чистом виде Просто Вот она Самая Почему Заметьте Какая Вкусная Какая Объемная Какая Текстурная До изумления Эта самая Корочка И как Она Прекрасно Ломается Вот Мне непонятен Этот вкус Поэтому Мне сложно Сказать Но опять же Кино делалось Не для нас Оно для французов В основном Для европейцев Для европейцев Для американцев Видимо Они хорошо знают Что это за корочка И зачем Ее надо ломать Но Боковой свет Уважаемые коллеги Боковой свет И ничего лишнего Кроме одного момента Обратите внимание Смотрите У нас основную часть кадра Занимает Чашка Елена Отвернитесь Отвернитесь Я вам потом скажу Когда можно Возвратиться Хелен пишет Что я Я на диете Зачем я это смотрю Потому что И на диете Можно снимать Красивые фуд фотографии Снимаете что-нибудь Очень полезное Но не очень вкусное Как говорится Лекарства Вкусным не бывает Так вот Смотрите Здесь у нас Задний план светлый А здесь темный Но здесь у нас Больше пространства Но здесь у нас Ложка Для чего? Чтобы выровнять Чтобы уравновесить Вот этот кадр Он обязан быть Уравновешенным До изумления И обязательно Скользящий боковой свет Который четко Прорисовывает Фактуру На нашей корочке Которую сейчас ломают Дальше То что я говорил Тактильные ощущения Псевдо тактильные Псевдо вкусовые У нас во рту Должен появиться Вкус этой корочки Крем-брюле И всего остального Дальше По идее Зритель должен Захлебнуться В слюне Все будет хорошо Так Ну и Конечно Супер Известный кадр Это реально Супер известный кадр Когда Амелин Стоит у нас На фоне Парижа И думает О количестве Оргазмов В данный момент Значит Смотрите Что здесь любопытно Вот этот Знаменитый кадр Прямо все-таки Его дам Вот так вот Дам в нормальной прокрутке Надеюсь Нас не сразу Заблокируют Во Вот такой кадр Чудесный И далее У нас идут Прекрасные сцены Оргазмов Которые Значит Она Посчитала В уме А Что я хочу Вам сказать Значит По поводу Приема Которые активно Использует Кинематограф Обратите внимание Вот этот же кадр Еще раз Но С Правилом Третьей Поставленных На кадре Вот Смотрите Как это выглядит Смотрите Как интересно У нас кадр Плавно Приходит Горизон Куда приходит Как интересно Заметили Еще раз Показать Смотрите Как было Вот оно Как было Как было Как было Это я сейчас Обратно Отматываю То есть У нас Изначально Кадр Вот такой Вот А дальше Он у нас Идет И гармонизируется Он приходит К гармонии Это прием Который Активнейшим Образом Применяют Наши Уважаемые Кинематографисты Которые Нам Не применить В таком же Виде Но можно Применить Иначе То есть Кадр Сначала Хорош Но Не Сильно Гармонизирован То есть Есть еще Возможность Сделать его Более Гармоничным А дальше Кадр Меняется И становится Более Гармоничным В процессе Там же Динамика И вот У нас Те самые Правила Третьей Которые Ну разумеется По многим По мнению Многих Вообще Не существует Их нет Это все Глупости Их надо Нарушать Обязательно Картинка Становится Хорошо Смотребельная Понимаете Лучше Смотрится Само По себе Ничего Не значит Здесь кадр Еще интересный Наполненный Почему Потому что Заметьте У нас Здесь труба Здесь труба Уравновешенный Кадр Очень уравновешенный Он и должен Быть уравновешенный По своей Сути Понимаете И голова Амели здесь На месте И когда она К нам Поворачивается Следующий кадр Вот смотрите Да И говорит Сколько там У нас Видите Как она Поворачивается Интересно Видите Где она Находится Находясь По центру Кадра Вот оно Вот они Самые правила Композиционные Которых Мы с вами Знаем Все так Или иначе Так Евгений Спасибо Мне надо Бежать Перерыв Закончился Надо Работать Хорошо Хелен Бежите Бегите Бежите Бегите Конечно же Удачно Вам Работать А как же Разрезанная Голова Линии Горизонта Ну как А вот так Вот А вот так Вот Берем Режем Понимаете А кто Сказал Что это Плохо Делать Покажите Мне Этого Человека Понимаете Не надо Доводить Все До Абсурда У Линии Горизонта Есть Вполне Конкретные Цели И Задачи Если Мы Попытаемся Создать Кадр В котором У нас Все Будет Абсолютно Правило По Правилам Мы Не Создадим Никакой Кадр Никогда Понимаете Потому что Дайте мне Любой кадр Я найду Самый гениальный Самый известный Я найду вам Что там нарушено Это не сложно Поверьте мне Это совсем не сложно Найти нарушение Очень не сложно А что там Можно Было бы сделать И нужно было бы Сделать иначе Поэтому Ну да Разрезана голова И че Разве столь важно Это Мы же понимаем Зачем это Сделано Здесь у нас Голова идет К нам Отвернуто А вот Когда к нам Ее повернули Видите Куда горизонт Сместили Все Почему Потому что Вот здесь Вот Вот здесь Вот У нас голова Давайте Вот здесь Посмотрим На этом варианте Да Здесь у нас Голова Нашей героини Она На самом деле Важна Но не столь важна Как когда Она к нам Оборачивается Можно резать Ничего страшного Не будет Совершенно То есть Как это Земная ось Не согнется Вот Падение Метеоритов Не начнется Опять-таки Ну собственно Я все сказал Что тут Следующий момент Очень любопытный Амелия Думает о том Что Принимает решение О том Что она должна Найти Хозяина От этой вот Коробочки Да С детскими Сокровищами Которые она Нашла Она это делает Лежа Как показать Как человек Думает Лежа Вот я считаю Это совершенно Гениально Заметьте Как она лежит В кровати Она лежит Абсолютно Симметрично У нее даже Все простынки Симметричные Очень красивые Все очень здорово И все настолько Настолько Выровнено Что аж прямо Противно становится Даже вот эти вот Пятна света Видите Вот такое Раз пятно света Здесь пятно света Хотя лицо У нас здесь У нее Заметьте Освещено Уже Только наполовину Опять Дуалистичность У нас тут Присутствует И дальше Нам ее Крутить Начинаем Да Дальше нам Ее крутят 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 То есть У нас Человек Лежит А что-то Происходит Вот Каким образом Можно показать Еще один Способ показать Как Можно Как-то Поверить То что человек Задумывается Это глаза закрыты Человек Закрытыми глазами Ну в определенных Позах С определенным Как бы Ракурсом Мы понимаем Что он думает Он погружен Внутрь себя В В Размышления Вот А здесь У нас взгляд Направлен наверх Куда-то В пространство То есть Мы соответственно Понимаем Что она О чем-то У нее Голова Очень сильно Чем-то Занята Причем В глазах Отражается Реально Я вижу Что она Думает Эта Девушка Ну как Делать Думающего Человека Я думаю Большинство Людей Знаете Надо Заставить Думать В этот Момент Вот Потому что Огромное Количество Микро Мимических Наших Мышц Всяких Под глаз Они Отразят Наш Мыслительный Процесс Это Будет Заметно Поэтому Глаза Это Очень Важный Момент Собственно Об этом Уже Говорили Еще Поговорим Сегодня Так Пока Одна Спина Голова Как Часть Города Его Составная Повернуть Главный Герой Кадра Амели Ну Отчасти Да Не могу Сказать Что Хотя Да Наверное Именно Так Они Хотели Сказать Что Голова В данной Ситуации Это Часть Города Ну Вообще Это Сложный Вопрос Если Честно Понимаете В чем Дело Там Нет Жестких Законов Мы Уважаемые Коллеги Мы Очень Часто Пытаемся Подходить К Искусству Знаете Ну Прямо Как Сотрудники ГИБДД Или Как У нас Сейчас Они Называются Как Гаишник Короче Говорю Понимаете Вот Проехал Двойную Все Попал Права Давай сюда Иди отсюда Машина На штрафстоянку В общем Все Кары тебе Небесные Вот Все Нарушил Все В тюрьму Вот Штраф То Се Приговор Жестокий В искусстве Все иначе Совершенно Да Можно Делать Понимаете Нет Жестких Правил Если Опять же Мы Не нарушаем Действующее Рассконодательство И не Нарушаем Моральные Как бы Принцип Вот Правила Морали Общества Соответственно Разговор Идет о том Что Будет ваша Картинка Смотрибельна Или не будет Ваша Картинка Смотрибельна В этом Все только Дело Только В этом И все Правила Которые Есть Связанные С этими Третьями Обрезаниями Рук Ног И всего Прочего Они Они Не для Того Чтобы Человека Который Посмел Обрезать Неправильно Подвергнуть Какому-то Жуткому Наказанию Отобрать Камеру И запереть Его Где-нибудь Чтобы он Никогда Не фотографировал Запретить Ему Фотографировать Нет Дело В том Что Просто Всего Скорее Процентов 90-95 Его фотография Не будет Столь Востребована Ее будет Тяжело Смотреть Ну и Правила Ошибаются И тому Масса Примеров Вот буквально Только на днях Мы обсуждали С коллегами Что Вроде как Какая-то Фотография Так себе Я вижу Что она Ну то есть Сам автор Говорит Фотографию Говорит Ну видишь Что так Средненькая фотография А лайков Лайков собрали Ну значит Что Говорит о том Что на данный момент Надо пересматривать Свои мнения Потому что Опять-таки А что мы хотим Мы хотим лайки Или мы хотим Денег Или мы хотим Еще что-то В общем Все сложно Все неоднозначно И здесь нельзя Понимаете Обычно Такими вещами Страдают люди Только недавно Погрузившиеся В В искусство Знаете Они узнали Там Не знаю Закон золотого сечения И все Давай его везде Смотреть А у тебя Закрушено Золотое сечение А что это Ну нарушено Ну что Что такого А я другой Применил А я другую Приправу взял Понимаете Правила Композиционные правила Это не Опять же Это не уголовный кодекс Это скорее Приправа к блюду Если нет Изначального блюда Ну если вы Там Борщ не сварили Или там Мясо не пожарили Какую-то Еду не приготовили Вкусную То сколько Не приправляй Ничего не получится Будет приправа И надо Что-то приправить Вот А когда что-то сделано Вот тогда можно приправить Так Так Вот тут уже начинается Магия приправ Вот Это все Помощь и приправы Все эти Композиционные вещи И все такое Прочуете Любит когда Хрустят кости Так Ирина Да Вообще Прекрасный прием Со спины Каждый Каждый раз Зритель смотрит Глазами героя Да Совершенно верно Которые со спины Амели Котики Опять Амели Классное Включение зрителя В ткань фильма Абсолютно С вами Солидарен Ирина Абсолютно Так Пойдемте дальше Уважаемые коллеги Вот кадр Который я специально взял Чтобы показать Один очень интересный Очень интересный прием Прошу про нее простить Немедля Значит смотрите Амели спускается В метрополитен В метро Значит Я включу прямо вот Как она идет Да И смотрите Что любопытно Она вот идет 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 И почему-то Она постоянно Прижимается К Правой от нас Стороне Она могла бы Идти по центру Могла бы Здесь опять Никого нету Ощущение такое Что в Париже Кроме наших героев Больше никого нету Значит в Париже Только те люди Которые нужны Для фильма Все остальные Куда-то делись Почему так происходит Этот прием Который Вот как раз Я начал об этом говорить Потом прервался То есть Нас готовят к тому Что сейчас Что-то будет происходить Этот прием У нас с вами Используется В точности Так же Фотография Он абсолютно Такой же Только здесь Есть развитие У нас развитие Слабее идет У нас развитие Может быть Например В серии фотографий Или в триптихе Или в диптихе Либо же Просто в фотографии Мы можем намекнуть И не сделать Для дальнейшего развития Но намек Останется И намек Будет Интересен Для зрителя Она Но она идет По центру кадра Пишут Да Но она идет Не по центру Лестницы Понимаете В чем дело Мы-то воспринимаем Этот мир Мы же туда Погружены Видите Она прижалась К вот этой стороне Лестницы К правой от нас Ну к левой длине Почему Потому что Она сейчас будет Поворачивать туда Налево Обязательно Нас готовят к этому Нас готовят к тому Что она должна повернуть Зачем это происходит Извините Кто-то в глаз Ко мне влетел Видимо Какая-то мушка Спасаясь от ливня Влетела К нам сюда И давай ко мне В глаз устраиваться На житье Бытие Так вот В чем идея Любой наш кадр Равно как и кадр Хороший кадр В кино Это целая история У которой есть Предыстория Есть На данный момент Есть развитие После того Как После того Вот И в кинематографе Это очень активно Используется То есть нам Изо всех сил Намекают А что сейчас Может произойти Для чего Для того Чтобы мы с вами Предугадали это Потом получили Подтверждение Этого Того Что мы были правы Что оно Так и случилось И сказали Вау Да я понял Я понял Что сейчас будет Я все Предчувствовал Понимаете Нам это круто Во первых Нам это очень приятно С вами Вот А это здорово Как я говорил уже Зрители надо Гладить по голове А во вторых А во вторых Это делается Для того Чтобы зрителя Потом еще сильнее Подцепить На крючок Почему Потому что Он Угадывает То что сейчас Будет Угадывает 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 В очередной раз Угадывает Где-то обычно В середине Фильма Иногда Не в середине Иногда Ближе к концу Или к началу Это уж как По сценарию Подойдет А дальше идет Точка поворота И сюжет Фильма меняется То есть Вот он Предугадывает Что сейчас Она должна Подпрыгнуть А она взяла И в землю Зарелась Вот это поворот Или что Она сейчас Должна его поцеловать А она взяла И зарезала Место этого Вот это поворот Почему это делается Это делается Для многих причин Это опять же Эмоциональные качели Которые необходимы А плюс к этому Не забывайте Уважаемые коллеги Это же кинематограф Да он рассчитан На то Что вы пришли в кино Сели в уютное кресло Попкорн взяли С какой-нибудь Теплой газировкой Сидите Тихо Кайфуете Если все будет Тихо и спокойно Вы там просто уснете Я думаю Что вот На плохих фильмах Многие из вас У вас такой Наверняка Есть опыт Кто в кино ходит Когда фильм Совсем скучный Она Полфильма Прокимаешь Ну неинтересно Ну что там Или когда вы попали Не под ту Ну не под ту ногу Что называется Да Вы шли в кино Ожидали что-то одно А вас затащили На какую-нибудь Долгую мелодраму А вы не хотели Мелодраму Вот у вас Харвас сегодня Строение не то И вы на этими Мелодраме Что там было Вам этот фильм Не понравится Вы не будете Никому 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 не будете Рекомендовать Его смотреть И так далее И так далее Вас надо Периодически Взбадривать Поэтому если вы Посмотрите В каждом кино Каждые 5-10 минут Происходит что-нибудь Яркое Происходят яркие сцены Это какой-нибудь Экшен Это что-нибудь Связанное с сексом Это что-то Должно быть такое Что нас точно Взбудоражит А в середине У нас обязательно Должна быть Точка поворота Вот В которую Мы вообще Там Вау Вообще И дальше Вы точно Уже никуда Не уснули Вот Вы все Просмотрели Иначе Человек Больше 5 минут Сконцентрировать Свое внимание Не в состоянии Через 10 минут Мозг говорит Все Я пошел Отдыхал И все уснули Вот Это ужасно Когда все уснули Так А ну тут Как бы лестница Потому так И развернут И развернут Да Совершенно верно Это я читаю Что у нас напишено Итак Смотрите Дальше возвращаемся К нашему Кадру Да Вот она у нас Идет 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 Вот она Идет Идет И вот она у нас Дальше смотрите Идет усиление Этого процесса Хотя казалось бы Там в сценаре написано Она просто идет по лестнице Вот она Хоп Идет 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 И нам подсказывают Куда она повернется Каким образом Нам это подсказывает Вот давайте Сейчас быстренько Посмотрите Коллеги Напишите В чем подсказка В чем подсказка Куда она повернет голову И куда она повернет его Влево или вправо Для нас Будем так Наша лево Наша лево И наше право Ну как вы это видите А то мы сейчас Запутаемся Право-лево Всегда в кино Право-лево От оператора Мы сейчас с вами Смотрим как оператор Куда сейчас будет Поворот головы Куда она пойдет После этого Ваше мнение Почему я так на этом Заостряю внимание Потому что Это чертовски важный момент В фотографии Делается все то же самое Просто мы не можем Продолжить этим самым Движением Да Но мы можем Намекнуть человеку Что вот туда Собирается какое-то Движение Это то что у нас Называется скрытое движение Вправо Конечно Право от нас Да Право от нас Абсолютно верно Почему Да потому что Здесь яркий свет А здесь темно А здесь ярко Поэтому проверяем Посмотрим куда Опа Все Вот оно Вот она посмотрела туда Однозначно Да еще линия контрастная Вот здесь Здесь у нас Контрастные линии Спрятаны А здесь они яркие Соответственно Туда тянет движение головы Хотя она стоит Совершенно по центру кадра Абсолютно верно И дальше Вот она Понимаете Она пошла туда То есть мы с вами Как будто бы Причувствовали это Вы не скажете Ну при чем Здесь это Нет Ни при чем Уважаемые коллеги Это как раз Очень важный момент Это чертовски важный момент Это та ткань Это вот Те Паутинки Из которых Ткется Огромная паутина Визуального Как бы Искусства Понимаете В чем дело Там все По чуть-чуть Все еле-еле На мелких-мелких Нюансах И у нас с вами Даже если мы фотографируем Просто на обычный телефон Все то же самое Вот Просто другой вопрос Что вы Используем мы это Или не используем мы это Лучше использовать Я вот вам подсказываю Берите Используйте Это прямо кайфово Безумно Вот Так И дальше Вот она у нас Идет 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 Ну опять-таки У нас тут абсолютно Идеально пустое метро Все чистое Выскобленное И только один Интеллигентный Ничий Ну то есть Сказочная атмосфера Это сказка Сказка про то Чего Нет на самом деле Но очень хочется Чтоб это было Потому что Я сам хочу В таком Париже быть Знаете Где ходят такие Амели Все так замечательно Ну опять-таки А это не документальное кино Оно совершенно Не обязано Отражать то Что есть на самом деле И дальше Смотрите Дальше у нас Идет встреча С нашим героем Да С молодым человеком Которого она видит В первый раз В такой вот Странной Нелепой позе Но Что здесь Интересно Я сейчас даже Не хочу вдаваться В подробности Сюжета Опять же Вы его знаете А если кто-то Еще не видел Фильма То обязательно Посмотрите Я очень надеюсь На это Вот Здесь другое Смотрите Она смотрит На него Заметьте Как нам И вы его поставили Кто из них Где стоит Она стоит Сверху Сверху Нам Нам все Нам все Уже Рассказали Мы уже Все знаем Согласитесь Так приятно Все заранее понимать Или хотя бы Догадываться Вот То есть Самим Понять А как это будет Догадаться Где-то Как-то почувствовать Вот так Нам это и подсунули Именно так Это и делается Уважаемые коллеги Итак Значит Ну заметьте Да У него лицо Оно Неравномерное У нее равномерное Что он мужчина И он вообще У нас еще неизвестный человек Он не то плохой Не то хороший Вообще Не пойми кто А мы О ее Мы уже любим Мы ее уже знаем Нам уже О ней много всего Интересного Рассказали Кто будет вести Нет Вот кстати Макс Совершенно Не соглашусь Еще из названия Фильма Ничего не значит Вот Как бы Там могли Еще все Сто раз иначе Сделать Она могла быть Ведомой А потом Стать ведущей А потом Все поменяться Не забывайте Это же кино Да Здесь возможно То что в реальности Совсем даже И невозможно Так Дальше Сцена Когда Амели Ходит по адресам И ищет Собственная владельца Этой коробочке Вот Значит Что здесь Любопытного Вот эта сцена Мне очень Интересна Значит Смотрите Первый момент Она ходит И звонит В двери Значит Двери Окна И прочие Объекты В кинематографе Чрезвычайно важны Но они В жизни Важны Согласитесь Что жить Без дверей И без окон Довольно сложно То есть Для нас Двери Окна Это супер важная Как бы Составляющая Нашей жизни И если Они исчезнут Нам будут Очень сложно В этой жизни Соответственно В кинематографе И фотографии И в живописи И везде 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 И даже в литературе Собственно Окна и двери Они являются Некими символами В частности Двери Закрытая дверь Открытая дверь Возможности Открытые возможности Закрытые возможности И так далее И так далее Это очень часто Эксплуатируется Эксплуатируется Потому что Ну это работает Опять практически На уровне физиологии Работает Уважаемые коллеги И здесь что Перед ней открывают дверь И закрывают дверь Да Выясняется Что это не тот Дверь закрывается И вот чтобы Посмотрите Какой интересный момент Вот она стоит На площадке Ну площадка Просто конечно идеальная Я бы наверное Очень хотел жить С вот такой вот Лестничной площадкой Чтобы у нее было Такое количество цветов Вообще такое пространство Огромное Значит Что здесь любопытно Мы видим ее профиль Да Мы видим опять-таки На секундочку По поводу деталей Вот детали здесь Чрезвычайно важны Потому что они нам говорят О некой атмосфере Которая тут присутствует А дальше После короткого диалога Вот Он закрывает дверь И у нас показывают кадр Вот он Дверь смотрите Вот она Закрывается Бамс Причем видите Как закрывается Интересно Она нарочито закрывается На ней блик появляется От окна Бац То есть Нам подчеркнули Что ее закрыли Перед ней И она стоит Безумно одинокой Вот в этом Огромном-огромном Пространстве Причем Заметьте Пространство Завалено Оно завален Кадр завален Я вас уверяю Что оператор Который работал На картине Знает о том Что заваливать кадры Это нехорошо Почему здесь Использован завал Как вы думаете Давайте мы Прикинем Хотя бы пару версий Для чего Здесь Нарочито Используются Завалы Они будут Использоваться дальше Но дальше Это будет понятно А вот здесь Это не очень понятно Вон Кто-то ко мне Кто-то там Ко мне Названивает Дверь Не пойду Открывать Я занятый Итак Давайте посмотрим Итак Почему Состояние Амели Состояние Амели А что вы имеете ввиду Состояние То есть вы считаете Что собственно Вот завал Он нам показывает Ее душевное состояние Она в растерянности Ну скажем так Явно не в стабильности Да То есть для того Чтобы показать Нестабильное состояние Неустойчивое состояние Да Вот Владимир Скорее С вами Согласил Да собственно И другие наши Коллеги Тоже правы Совершенно верно Неустойчивость Растерянность Непонятность Совершенно верно Неустойчивость Прежде всего То есть у нас Мир изменился Он стал неустойчив Что-то произошло Со всеми вытекающими Отсюда Последствиями Вот И дальше Мы с этим С вами еще раз Столкнемся Да 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 Совершенно верно Абсолютно С вами солидарен Абсолютно Считаю Что так оно и есть Уважаемые коллеги Это к вопросу о том Что заваливать горизонт Можно Даже нужно Весь вопрос А зачем Мы опять возвращаемся К этому же самому вопросу А зачем Мы это делаем Если мы это делаем Просто так То Ну Фу-фу-фу А если мы это делаем С умыслом Тогда да Итак Пойдемте дальше Уважаемые коллеги Значит Следующая сцена Когда Она Здесь стоит На фоне Метрополитена Верхнего Вот Значит Смотрите Опять-таки У нас Опять используется Довольно широкий угол И низкая точка И сказочность города Возрастает Просто В потрясающих Совершенно Размерах Да Смотрите Что-то такое Немножко другое По-моему Это безумно Безумно здорово Так Следующий момент Вот Эта вот Встреча Тоже Чертовски Любопытная Смотрите Сейчас 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 Вот здесь Она поднимается Вверх Поднимается На лифте И смотрите Как это происходит О как интересно Вот такой вот Кадр На котором Просто Неизбежно Акцентируется Внимание Зрителя Что хочу Здесь Обратить Ваше внимание Кадр Перечеркнут Мощными Металлическими Линиями То есть У нас На самом деле Внутри кадра Присутствует Много кадров Одновременно У нас кадр Разбит На раздельный И Девушки Здесь Наши Амилии Безумно тесно Это подчеркнуто Вот эта теснота Она просто Подчеркнута И это По-моему Очень даже здорово Потому что Ну Тесная кабина Лифты Тесная ситуация Неудобная ситуация Некомфортная ситуация Вот Со всеми Вытекающими Вот И Далее Мы смотрим Это у нас сцена Развивается Причем Знаете на что Обратите внимание Вот на эти Завитушки Потому что Мы на них Обратим внимание В этом кадре Обязательно Непременно Нам деваться Некуда Мы точно На них Посмотрим Они Контрастные Красивые А дальше Она Выходит И Вот такая Сцена Да Смотрите как здорово У нас Второй Участник Сцены В глубоком Размытии Вообще В полнейшем Но она У нас Прочитывается Мы понимаем Кто Мы еще Слышим Голос Что Помогает Нам И Соответственно Что мы Здесь Получаем Мы получаем Представление О том Что За личность Там стоит Говоря уже о том Что мы понимаем Что сейчас Она Наша Амелье Обернется Это тоже Важный момент А дальше Идет Сцена Когда Идет На нее Акцент На нее Акцент Две Личности Общающиеся В кадре А дальше Посмотрите На что я хочу Обратить Ваше внимание Первые моменты Это кадры Которые нам Показывают Попеременно Ну как обычно Диалоги Один кадр Другой кадр Один кадр Другой кадр Я их поставил Вместе Чтобы мы их Могли сравнить Потому что В мозгу У нас все равно Сравниваются Значит На что Обратите внимание Ну мы даже Не будем Говорить Про игру Актрис Потому что Ну просто Великолепные На лицах Отображено Столько Много всего Интересного Что На этом Можно смотреть По-моему Бесконечно Они Прекрасно Обе Обратите внимание Какие детали В кадре В этом У этой Дамы Да Ну наш Наш любимый Красно-зеленый цвет Это понятно Без этого Нам никак Вертикальные Контрастные Линии Жесткие А что у нас У Амели У нее Завитушки Никаких Жестких Линий Ну то есть Вот Все эти жесткие Линии Которые есть Лифтовая шахта Она Размыта Вот этими Завитушками И почему Так интересно Сделано Как вы думаете Вот эти детали Говорят нам О Психологическом Портрете Одного героя И другого героя Как вы считаете Или это просто так Случайно В кадр попало Понимаете Как штука Вот оно Вот они Детальки Это еще раз К вопросу о том Что все Что попало К нам в кадр Все имеет значение Колоссальное Пойдемте дальше Значит Туман Вот он Туман 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 Амелия Выходит Из подъезда Своего Да И попадает В туман Манмарта Накрыл Туман Воздушная Перспектива То что Обожают Фотографы Обожают Кинематографисты Обожают Все Воздушная Перспектива Это наше Все Туман Наше Все Вот он Делает ее Прямо Вот Любой кадр Великолепно Макс На самом деле Ты капец Все так Продумывать До мелочей Да Продумывать До мелочей Это Кинематограф Кинематограф Нельзя Не продумывать Понимаете В чем дело Здесь все Очень просто Если В хорошем Кинематографе Вкладываются Миллионы Миллионы И прибыли Там тоже Миллионы Миллиардные Иногда То есть Это коммерческий Продукт Не забывайте Художники Это же не только Самореализация Это еще и коммерция Если не продумывать Детали Зритель не пойдет На кино Или пойдет Мало Таких примеров У нас масса Огромная масса У нас есть фильмы Которые ничего Не собрали Потому что Были сделаны Тяп-ляп Есть фильмы Которые Не собрали Провалились в прокате А потом стали культовыми Потому что Люди рассмотрели Их внимательно Там тот же Бегущий по лезвию Провалился в прокате А потом стал культовой Лентой Я просто обожаю Этот фильм Бегущий по лезвию И Там как раз Все детали Продуманы до изумления В кинематографе Собственно Принято Продумывать До Мелочей Опять же Не забывайте В кинематографе Это Цеховое производство Понимаете Фотография Все-таки Индивидуальная Я фотоаппарат Ну В лучшем случае Пара помощников Которые еще непонятно Что они делают Помогают Или мешают Чего там больше А в кинематографе Это большой процесс Режиссер всем рулит Ну Нынче этим еще и рулит Этот Какого Продюсер Там уже неизвестно Когда Уже сейчас по-разному Это вот собственно Беда кинематографа Что Рулит не режиссер А продюсер Даже не один А целая группа И там Режиссеров На каждую сцену Свой буквально Там режиссер Потому режиссер Посему А потом Они коллегиально Придумывают И получаем Очередного Человека-паука Или прочих Какую-нибудь Хрень для детей Чтобы денег Собрать Но он же денег Собирает Потому что Грамотно сделано Потому что Профессионально Изготовленный Продукт Вот И профессионализм В кинематографе Он обязателен Иначе ты просто Вылетаешь из профессии Потому что Тебе просто Никто денег не даст На следующее кино Потому что Ты не Мэйшево И кинематограф Это очень жестокая вещь Это мы с вами Можем Сколько угодно Рассуждать А вот хорошая фотография Нехорошая В этом месте Я ничего не снял Мне как-то было Неинтересно И это прекрасно На самом деле Уважаемые коллеги Потому что Свобода Автора Свобода художника Она дорогого стоит И Собственно Непрофессиональные То есть Незарабатывание Напрямую денег Отсутствие привязки К деньгам Она развязывает Очень сильные руки Фотографии Уж поверьте мне Я давно этим занимаюсь Я же вам вот называю Что я больше 25 лет Это я деньги этим зарабатываю Это мое ремесло И Соответственно Ну у меня Есть небольшой опыт Что в связи с этим происходит И как это делается Вот Так Вопросы Сейчас секундочку Раскадровки для кино Это к моменту Важности Раскадровки о кино Да Совершенно верно Раскадровка обязательно Ну и кстати Для фотографии Раскадровка тоже Чрезвычайно важна И чрезвычайно Полезна То есть Сначала делается Эскиз кадра А потом уже Фотография То есть Пишется сценарий Все то же самое Все те же самые Приемы Другой вопрос Что наши уважаемые Коллеги и фотографы Это как правило Не делают Не желают этого делать Вот И Ну и получают За это соответственно Как это Уж сколько раз Твердили миру Да Вон когда было написано Так Фотографии тоже Стоит продумывать Обязательно Продумывать Хотя бы Продумывать Хотя бы Это минимально Без этого Просто бессмысленно Если честно Да-да Бегущий по лезвию Да Макс Совершенно с вами согласен Обожаю этот фильм Пересматриваю Периодически Просто Вот знаете Чем прекрасно Хорошее кино Смотришь 20-30 раз И опять что-то новое В этом виде Что ж такое Я его наизусть знаю Опа Вот это я раньше не замечал Это вот Это вот признак Того что это реально Гениально Снят Так А цвет и тон Фруктовой лавки Как перекликается С туманом Как будто Утро в лесу Согласен с вами Дмитрий Есть такое А здесь собственно И есть вот этот Отсыл к утру К утру К утру К утру К утру конечно же Вот Опять Ну Зеленое И теплое Зеленое И теплое Круглое И мягкое Зеленый цвет Улицы Ну понятно Что Цвет то измененный Да У нас же сказочный мир У нас сказочный Париж У нас сказочная девушка У нас сказка Мы же все хотим сказку Мы все хотим сказку Мы все хотим вернуться в детство Так или иначе Мы любим сказку Просто В детстве сказки одни Во взрослом состоянии Вот такие сказки Вот И соответственно Соотношение цветов Вот здесь даже Говорить нечего Зеленый и оранжевый Все великолепно Вообще Прекрасное сочетание Сейчас по поводу цветов И места расположения Разумеется Поговорим Потому что Вот она у нас идет 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 Ну по поводу самой Воздушной перспективы Я думаю Вы все в курсе Да Что это такое Любой вид перспективы Любой вид перспективы Интересен взгляду зрителя По причине того Что Трехмерный Мир Нашего Мы воспринимаем мир Трехмерным У нас Два глаза У большинства людей Все-таки Мы его видим Трехмерным И Здесь у нас Плоская картинка Соответственно Любая перспектива Это Создание Иллюзии Пространства Внутри нашего кадра То есть Многомерности Нашего кадра Поэтому Любой вид перспективы Который есть Он всегда интересен Его всегда изучают И всегда стараются Применять Поэтому Когда случается туман Допустим У нас в Москве Здесь туман редкость Ну не каждый день Мягко говоря Да И Когда он случается Обычно фотографы Тут же стараются Бросить все на свете Схватить камеру Побежать фотографировать Потому что Ну красиво Ну реально красиво Безумно красиво В том году У нас был туман А я не мог У меня что-то было Срочное какое-то дело Я не мог его отменить Я просто знаете Ощущал себя Ребенком Которого не пускают гулять Заставили делать уроки Когда он Ну мам Ну мам Ну можно я подумаю Не мамка Вот из этой серии Потому что там туман Там туман Там туман Ааа Я взрослый дядька Господи боже мой Мне 53 года уже Ну тогда было 52 А я бы хотел побежать Туман снимать Ну по-моему это кайфово Когда мы Несмотря на возраст Можем сидеть Припускать туман Туман Дайте 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 пофоткать По-моему это прекрасно Это как раз говорит о том Что на самом деле Ну стареть мы даже Еще и не начинали И вообще не собираемся Вот Так вот Возвращаемся к нашему кино Замечательному Значит Проход ее Светаем Причем заметьте Вот она у нас Начинается вот отсюда Вообще нету фруктов Фруктов практически нет Лишь намек есть Но намек очень яркий Именно понятно Куда пойдет камера Камера пошла туда И дальше Она выносит На сна Вот этот вот Замечательный Совершенный дуэт Продавца овощей Его помощника То есть У нас тянет этот свет Вот еще к чему Причем что любопытно Значит Ну здесь опять у нас Широкий угол У нас здесь Очень крупные планы Соответственно У нас здесь Гипертрофировано Все показано Немножко И Все таки Это Ну как сказать В общем все это Сейчас у меня вылетело Лучное слово Потом вспомнится Скажу Чтобы что-то Прямо Переклинило Немножко Бывает Итак Значит Что здесь Интересного Первое Ну во-первых Сама сцена Да У нас Смотрите У нас туман Превратил сцену В совершенно Скадочную То есть у нас туман Теряет задний план Он уходит Его нету Но Эта сцена Она на самом деле Предварительная Вы помните Что здесь Хозяин Овощной лавки Который Собственно Забыл ключи Который Амели Вынул из его двери Да Издевается Над своим работником Всячески Его Рассказывает всем Что он такой глупый Такой глупый А сам ключи забывает Вот И собственно Амели задумывает Нехорошие Прикольные Вот Но Дело не в этом Сейчас мы Вот эта лавка Вот эта сцена С лавкой Она обязательно Должна Перейти в следующую В хорошем фильме Ружья Бондарчука Нет в принципе Здесь все Чеховские Ружья Они должны Выстрелить Если висят Где-то на стене Они обязательно Пальнут Это вот Ружье Бондарчука Висит на стене Просто потому Что висит Ну Так получилось Вот Возможно Когда-то Это станет Прикольно Пока мне Это не нравится По поводу Мондарчука Так вот Возвращаемся К нашему фильму Поэтому Мы пока Это оставляем Идем дальше Дальше Сцена В поезде Она едет С Романом Да Который дал ей Почитать писателей В кафе Постоянно сидящий И находящийся И К ней Обращается Контролер Обратите внимание Как он это делает Здесь очень Интересная сцена Вот смотрите Он обращается К ней Она обращается К нему И вот такие У нас получаются Лица Любопытные Во-первых Значит Он на нее Смотрит сверху вниз Ну это как бы Логично Сидит Он стоит Да Но он опять У нас опять Возникает Вот этот вот Взгляд ребенка Мы смотрим Сверху на кого-то Нависающего На нас Это Весьма Немаловажный Момент И заметьте Какая она здесь Как она нам Показана На нее падает Резкий свет Из окна Мы же понимаем Что это не просто так И у нее лицо Ровно наполовину Темное Наполовину светлое Вот А дальше Вообще феерично Дальше идет Сцена общения С отцом Они сидят С отцом Пьют Обедают Видимо Вот Что любопытно Значит Обратите внимание На то Как освещены Их лица Как их посадили У отца На лицо Свет падает Падает У него хорошо Освещенное лицо А у Амели куда падает Амели сидит Напротив света То есть Грубо говоря Вот что мы видим Нам показывают Их диалог Тем самым Подчеркивая Первое На отца падает свет Он казалось бы Освещен Но он в очках Причем очки Показаны так Что они Бликуют То есть Если я вот так Буду с вами Разговаривать Вот так Вот Вы мой глаз Вообще не увидите Сейчас я найду Где у нас тут Вот так вот Вот я вроде Есть Да А вроде Меня и нет Вообще Как будто бы Потому что Потому что У меня все глаза Спрятаны То есть Хуже будет Только если Я вообще Сделаю Вот так вот И буду с вами Общаться в темных очках Я правда При этом Ничего буду не видеть Но Вам будет со мной Общаться Чрезвычайно Некомфортно Потому что Я от вас прячусь Очки всегда Прячут людей Это неизбежно Даже простые очки Особенно Если они Бликуют Это штатный способ Штатный прием Что в фотографии Что в кинематографии Для того Чтобы Спрятать глаза Человек Здесь Они спрятаны То есть У него спрятаны глаза Он не видит ее А нам Это подчеркивают Тем Что от нее Остался только силуэт Она спрятана В тени Понимаете Какая штука Это к вопросу О том Как освещать лица Миллион способов Есть огромное количество Но Любое освещение Лица У нас с вами В фотографии Так же Как и в кинематографе Оно прежде всего Должно отвечать Основному вопросу Философии А зачем А что мы Сказать хотим Вот здесь Это прочитывается Здесь это можно Прочитать Мне кажется Это интересно Причем Заметьте Да Она у нас Нарочита На светлом фоне Чтобы свет Сзади Чтобы у нас Только силуэт Ее один И остался А он Наоборот На темном фоне Чтобы всем Было видно Что он освещен Такая вот Интересная история Вот Так Ну что Пойдемте дальше Далее Мы уже с вами Говорили По поводу Завалов горизонтов Да Как вы помните По сюжету Амелии Там И нет В общем Короче говоря Просыпается Наш овощной Этот Хозяин овощной лавки А у него В доме Все Переначено И переделано Он просыпается В 4 часа И Дальше Он идет В Ванную комнату Заметьте Что у нас Горизонт Горизонт Просто Катастрофически Заваливается Во-первых Человек Только что Проснулся Он еще Не выспался И он еще Даже не знает Что с ним Сейчас приключится Дальше Он начинает Страдать От того Что не может Попасть Рукой В привычную Привычным Движением За ручку А ручки Нет Ручка Переставлена Мир Рухнул Мир лопнул Понимаете Все иначе И мир еще Больше Заворачивается Да И нам Заваливают Горизонт Еще больше Потому что Все рушится Ну все Рушится Дверь Которую Ты открываешь Всю жизнь Или скажем Многие годы Ровно так же Как мы с вами Да Если нам Привычные Наши Клише Вдруг Подменить У нас Мир Из-под ног Начинает уходить Все Ужасно Что-то Не так Как мы Привыкли Ай-яй-яй Как же быть Что же делать Вот И дальше Опять у нас Широкий угол Очень крупный план Видите Гипертрофированное Изображение Я просто Все такое С перебором С огромным Огромным Потому что Ну Это Опять это умное слово Которое я забыл Что же такое У слова забыл В глаз кто-то влетел Фу-фу-фу Ужас Что же ты делаешь Вот Заметьте Как поставлена Камера Камера Постоит Совсем Иначе То есть У нас Более Широкий Угол И У нас Получился Опять Фрейминг То есть У нас Прямо Вот Рама Рама Причем Рама Не просто Рама А С Фруктами Зеленью На переднем плане Ничего Мне напоминает Отсыл Ни к чему Он тут же Не считывается С Яркими Фруктами На переднем плане Некого Изображения Вот И Опять-таки Смотрите Какие интересные У нас Покупатели Особенно Двойняшки Конечно Великолепные То есть Вид этих людей Неизбежно Вызывает У нас Улыбку Так Ну по поводу Фруктов На переднем плане Всем понятно Я надеюсь Что это такое Посещение Видеосалона Амели идет Искать своего Потерявшего Альбом Юношу Вот Значит Верхняя точка Съемки Как правило Призвана Вот такая Вот Показать Насколько Она Маленькая Ну то есть Чем выше Мы поднимаемся И сверху Смотрим Тем Как правило Меньше У нас Становится Главный Объект В частности Человек Человек Всегда узнаваем Но здесь Он Видите Еще С трудом Узнаваем Потому что Он очень 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 Мал Становится Подчеркнуто Мал Потому что Опять таки Снято Не просто Сверху Снято На довольно Широкий Угол Чтобы Исказить Перспективу Вот То Что Мы С вами Видим Дальше Она Входит Заметьте Как Она Входит Очень Интересно Это же Салон Для Взрослых С Эротическим Содержанием Видеофильмов И всего Такого Прочего Какой Взгляд У нее Робкий Она Как Входила Маленькая Так И здесь Оказывается Прямо Совсем Боже Мой Какое Удивление У этой Маленькой Ушастой Девочки При Вот И Для Как Сказать Для Контраста С этим Контраст Обязательно Нам Нужен Мы же Любим Контраст У нас Заметь Вот Стоит Мужчина И Очень Неспешно Спокойно Перебирает Видеокассеты А здесь Спокойность Спокойная Размеренная Такая Расслабленная Обстановка Никто Не нервничает Никто Ни за что Не переживает Только Она Одна Безумно Напряжена Что Там И нужно По сюжету Было Показать Вот Ну конечно Здесь Прекрасная Сцена Помните Все Кто Видел Да Как он Будет Рад Я уже Хотела Пойти Свечку Поставить В церковь Говорит Работница Этого Салона Очень Классно Следующая Сцена Амели Печатает На Копировальном Аппарате Значит Смотрите Первый Момент Очень Низкая Точка Съемки Низкая Точка Съемки Позволяет Нам Сделать Помещение Еще Больше Чем Оно Есть Опять Довольно Широкий Угол Прямо Скажем Весьма Широкоугольная Уптика Снята Для чего Чтобы Увеличить Размер Помещения Чтобы Интерьер Стал Еще Больше При этом Абсолютнейшая Частота Все просто Вымыто Реально Шампунем Просто Стерильная Частота Она чувствуется Во всем И Заметьте Какая Маленькая Маленькая Амели У нас В краю Кадра То есть Она у нас Почти Незаметна Но за счет Того что Абсолютно Пустынное Пространство Ее фигура На подсвеченном Фоне Хорошо Видна То есть Это тоже Такой штатный Прием В визуале Когда нам Нужно Искать Фигуру Человека Такое Делается И делается Довольно Часто Мы нарочито И делаем Фигуру Маленькой Заполняя Пространство Тем не менее Чем-то Как здесь Оно заполнено Уже не пустое Пространство У нас не Негативное Пространство Для того Чтобы Зритель Искал Для того Чтобы Сделать Ему Сложно Для того Чтобы Он испытал Некие Проблемы С поиском Человека Для чего Но это Просто Если я Все буду Рассказывать По этому Поводу Это лекция Минут на 50 Примерно Для чего Это делается Поэтому Я так Ограничусь Улыбкой То есть Вот так Это делается Но при этом Да Нас подводят К омели Нам ее Видите Сдвигают Так Чтобы нам Было Лучше Видно Ну и Далее Конечно же Тоже Прекрасная Сцена Когда она Работает Абсолютно На камеру Про цвета Даже и говорить Не могу Красный Синий цвет Красный Синий белый Здесь сочетание То есть Опять Взгляд В камеру То есть Она это делает Для нас Мы с ней Вступаем Практически В интимные отношения В самом лучшем Смысле Этого слова Потому что Она что-то Делает Для нас А мы Смотрим На нее То есть Некий Такой Прям Эмоциональный Диалог Между нами Между зрителем И главной Грейни Возникает Она делает Это Именно Для меня Именно Для зрителя И это Безумно здорово По-моему Показано Дальше все идет Театрально Нарочито То есть Это такая Совершеннейшая Театральщина Здесь вообще Театральщина Периодически Вплетена И это Очень здорово Это очень интересно Театральщина В том плане Что В театре Иной язык Чем в кинематографе Это Обусловлено Очень многими Моментами И Театральные Приемы Довольно Редко Используются В кинематографе Но Используются Ровно Как и В фотографии Фотографии Кстати Еще Реж Так Пробежимся По этой сцене Ну кстати Опять Она фотографируется В этом костюме Зорро И Опять Центральная Композиция Чтобы мы могли Вглядеться В детали Рассмотреть глаза Рассмотреть детали Лица И так далее И так далее И так далее Дальше Прием Который Активнейшим образом Используется Всегда И везде Кинематографисты Его просто Обожают Опуститься До ботинок Человека И пробежаться Вместе с ним Интрига Сохраняется А оторваться Совершенно невозможно Мы себя чувствуем Почти как собачка Как мелкие собаки Знаете За ногами ходят Значит Что здесь интересно Здесь Два момента Первый Появление Вот то Что По сценарию Практически По сюжету Вернее Не по сценарию Прошу прощения А по сюжету Нам мало Казалось бы Любопытно А для нас С вами Это интересный момент Смотрите По поводу Дверей Проемов И прочих Арок Вот опять То же самое Она берет И Распахивает Дверь Да То есть Смотрите Она как Одним Мощным Движением Эту Занавеску Откидывает Значит Она Распахнула Какие-то Возможности Переводим Мы на Вербальный Язык Вот это То что Нам с вами Точно Может пригодиться Где-то В нашем Банке Знаний Ну Далее По сюжету Тут много Всего Интересного Любопытного Это не совсем Из нашей серии А дальше Вот оно Наш юноша Пришел В кафе И ждет Некую девушку Не знает Какую Ну далее По сюжету Вы там Сами разберетесь Я думаю Опять же Мы все смотрели Уже На что Здесь хочу Обратить внимание Ну Во-первых Элемент Чуда Да У нас Подходит Вторая официантка Приносит Ему кофе Да И после того Как она уходит Смотрите Сзади никого нет Никого нет Бац Возникла Эмилия Ой Откуда она там Взялась Вот это поворот Понимаете Что это такое Потому что Это сказка Потому что Здесь немножко Чудеса происходят Она здесь Здесь вообще Должны быть чудеса Здесь без них Никак нельзя Значит На что здесь Хочу обратить внимание Первый момент Она стоит За стеклом Это прием Который используют И в кинематографе И у нас С вами Стекло Это прозрачная Преграда Тем не менее Довольно прочная Вот здесь Очень здорово Это показано Причем Дальше пойдет Усиление Этого эффекта То есть Она вроде бы Рядом с ним Но между ними Преграда По сюжету Оно так и есть Между ними Куча преград Они эти преграды Еще не преодолели Собственно Они будут их Преодолевать Преодолевать В результате Преодолеют Все будет хорошо Ну как в любом сюжете Визуально Как это делается Сейчас мы туда Дойдем А потом вернемся назад Видите Она начинает писать На этом стекле На этом стекле Они там пишут Видим что-то Нужное для кафе Меню и так далее Вот То есть Она пишет На стекле Тем самым Визуализируя Эту преграду Вот смотрите Видите Здесь преграда Стала сильнее Потому что На ней появилась Какая-то надпись Она не просто прозрачная А вот здесь Она была еще Где? Сейчас Сейчас Вот это Вот видите Она была прозрачная А теперь Они ее взяли И изменили Она стала еще Более сильной Вот что На что хочу Обратить ваше внимание И да Разумеется Опять Крупные детальки Да Она там Говорит Помнит Что будет Он Если он будет Пальчиком Собирает Сахар Там Ба-ба-ба-ба-ба И он Собирает Эти самые Пальчики Пальчиком Сахар Совершенно Не стесняются Показать Крупным Планом То что Это происходит Потому что Наше внимание Зрителя Должно быть Сконцентрировано На пальце Этого юноши Обязательно Все остальное Для нас Сейчас Не имеет Значения И кстати Вот тоже Интересный момент Смотрите Сейчас прям Вот его покажут Покажут Где-то вот здесь Он будет у нас Он А где это Где это Где это Это пропустил Наверное А вот он Вот он Вот он Помните Мы с вами Говорили Про сцену С писателем Который В этом кафе Аперитив Пьет В самом начале Похожая сцена Чрезвычайно Похожая А по другому Показан Юноша Совсем По другому Знаете Вот здесь Нету Этого Безвольного Подбородка Здесь Нету Этих Проблем У нас Тут Юноша Очень Даже Хорошо Показан Знаете Потому что Это положительный Герой Потому что Нам тоже Надо его Полюбить Он нам Понравится Поэтому Нам не Акцентируют Внимание На его Втором Подбородке И прочих Индостатках По моему Это очень Клево Дальше У нас Идет Так Вот это Вот Сейчас Секундочку А Ну да Сцена Ну во первых Конечно Сцена С кинематографом Она смотрит Кино Не мог Не заметить Этот момент Какое Она кино Смотрит Про кого Она кино Смотрит Франция Это да Все таки Это прикольно Забавные герои Там да У нас В Телевизоре У нее Так А дальше Вот эту сцену Хочу вам показать Она идет 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 К той самой Кабинке На вокзале И видит Собственно Вот Юношу Да И вот она Идет Идет И заметьте Народу довольно много Она все приближается 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 И вдруг Перед ней Возникает Вот этот вот Поезд С вещами Честно говоря Не знаю Я вот Ни разу Не видел Такой поезд С вещами На вокзале Едущий По залу Ожидания Хотя в свое время Очень много Путешествовал Не знаю Возможно Во Франции Так они ездят Не в курсе Вполне может быть Что по парижским вокзалам Разъезжают Такие вот тележки Но Если они там И не разъезжают Это все равно Здорово Придумано Почему Потому что Ну что это символизирует Понятно Да Это некая непреодолимая сила Которая Как это Перекрыла ей дорогу Стала для нее Препятствием И дальше Она едет 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 Безумно долго едет И бац Он исчез И он исчез И все пропало И вообще Все совсем теперь уже иначе Потому что его Нету Но показать это Момент Того Что это не ее выбор Это чужой выбор Это выбор Неких высших сил Показать с помощью Вот этого Поезда С багажом По-моему Это отличная идея Дальше Сцена Которая тоже Потрясающе Прекрасно Потрясающе Прекрасно Звучит Абсолютно ужасно Ну я не знаю Которая просто прекрасно Или просто потрясающе Сцена Амелина в вокзале Значит Нам нужно Что было показать Она Не смогла С ним встретиться Мы помним Что у нее Проблема с Одиночеством Сообщением Как показать Одинокого человека Покажите Маленького человека Маленьким размером В огромном помещении Вот пожалуйста Заметьте Опять линия горизонта У нас что У нас опять завалы сплошные Помещение Огромное Огромное Огромный вокзал Совершенно пустынный Она там совершенно одна Одинешенька И ощущение Причем На самом деле Она там не одна На самом деле Если мы присмотримся Вот стоят люди Вот стоят люди Для чего это сделано Что все таки было Не было совсем Сказочности Все таки Такая намек На какую-то реальность Присутствует Но По факту Да Но Мы ощущаем ее Как абсолютно Абсолютно одинок Ну и опять Завал горизонта Опять завал горизонта И опять Перспектива уходящая Почему? Потому что У нас У нее У нее У нас У нашей героини Эмоциональные переживания Очень сильные Как только у нас Эмоциональные переживания Нам ставят здесь Перспективы Так Следующая сцена 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 Са Дверью Значит На что Обратите внимание Он стучит Звонит в дверь Да Она прислушивается Он прислушивается И вот у нас Получается Вот такой вот Кадр прекрасный Где они Прильнули Совершенно На одном уровне Заметьте Они разного Роста Вообще Вот Они У них разный Рост И они так стоять В принципе Это не должны Но для красоты Кадра Это стоило того Чтобы так сделать Чтобы их глаза Оказались на одном уровне Потому что Вот этот вот уровень Это означает Что они вместе На одной волне И так далее И так далее И так далее Вот Следующий момент Который хочу показать Значит Когда он приходит Дальше идет Вот этот вот Безумно интересный Театр жестов Когда он Наконец После долгих Мытарств Приходит К ней И Начинается Момент Их общения Бессловесный И далее Потрясающие Сцены Я просто был поражен И много раз Пересмотрел Как показать Их интимную жизнь Вот так Они их показали Во-первых Ничего неприличного То есть Да Мы понимаем Что нам показывают Ни одного Непристойного Фрагмента тела Скажем Который Можно подвергнуть Цензуре Нету Но дело Даже не в этом Дело в том Как осветили И как расположили Во-первых Вот давайте Прямо назад Это стоит того Чтобы это посмотреть Это реально Очень здорово Сделано Первое На что Обращаем внимание Что нам Показывают Вначале Мятые Простыни Они мятые Сильно мятые Намек Понятен Да Когда У нас Простынь Бывает Мятые Когда там Лежат Двое Нету Постельной Откровенной Сцены А зачем Когда и так Все понятно Так же Интереснее Так же Есть возможность Придумать Следующий момент Заметьте Как По поводу Ведомого Альфа Омеги И всего Прочего Заметьте Как Она Его Держит Она Его Прижимает К себе Как Мать Как Игрушку Как Там Столько Всего Интересного В этом Если Вы Присмотритесь Внимательно Сцена Очень Здорово Выставлена Обратите Внимание На Положение Ее Руки Уж Простите Что Препарирую Такие Сцены Но Тем Не Мы Этим Собственно Здесь И занят Препарированием Красоты Обратите Какая Тонкая Рука И как Она Изящно Держит Его За Чрезвычайно Интимную Часть Человеческого Организма За Затылок Затылок Это Супер Интимная Часть Если Вас Кто-то Потрогает За затылок Без Вашего Дозволения Вы Это Воспримите Как Оскорбление Хотя Казалось Мы Все Показываем Его Это Запретная Зона Его Трогать Могут Только Очень Ограниченный Круг Людей Рука Рука У нас Видите В каком Ракурсе Она Тонкая Тонкая Нам Показана Плюс Еще Усиление К Ракурсу Боковая Проекция Руки Вот так Она Огромная А так Она Тонкая Плюс Еще Свет Обратите Внимание Свет У нас Идет Боковой Поэтому Вот Здесь У нас Тень То Что У нас Падает В тень То У нас Как Не Совсем Сказано Но Лишь Упоминается То За счет Такого Освещения Рука Делается Еще Более Тонкой Еще Более Изящной Изящной Женской Руки Что Может Быть Прекрасней Что Может Быть Великолепней В такой Сцене И Обратите Внимание На то Как Падает Свет На ее Лицо Она Мягко Освещена Ровным Нежным Светом Причем Прочтись Практически Со всех Сторон Она Буквально Светится Изнутри Опять же Как Показать Человеческое Счастье Да Вот Так Можно Показать Свет Ну И Вот Этот Жест Конечно Стоит Безумно Дорогого То Вот Она Оп И Рука Упала Только На Волосы Не На Лоб Почему Во первых Это Лучше Самое Главное Она Упала На Контрастный Фон Вот Представьте Себе Что Рука Сдвинется Вот Сюда Вниз У нас Часть Пальцев Потеряют Контраст А здесь Нет А здесь Они На Темном Фоне На Одинаково Темном Фоне Вот Так Что Вот И Дальше Совсем Счастье Потому Что Все Прижало К себе Закрыло Глаза Погрузилось В собственные Ощущения Это Вот То Что Можно Делать И Нужно Делать Во Фотографии Не Спугайтесь Не Стесняйтесь Закрывать Глаза Модели Если Это Обусловлено Чем То Здесь Это Обусловлено В данный Момент Человек Погружается В свои Собственные Переживания Поэтому Закрывает Глаза Она Счастлива Она Не Хочет Видеть Окружающий Мир Она Хочет Погрузиться Вся В свои Ощущения В тактильные И внутренние Соответственно Вот Так Это Передано Ну И Две Копейки По Поводу Правил Золотого Сечения В частности В данный Случай Моих Любимых Правил Третий Проверяемся Вот Как Все Это Работает Так Следующий Момент Ну Дальше Идет Прямо Набор Сцен Где У нас Главные Герои Не Главные А Второстепенные Герои Получают Свои Кусочки Счастья Потому Что Сказка Случилась И Все Должны Быть Счастливы Потому Что Наши Главные Герои Счастливы И Писатель Находит Цитату Из Своей Книги На стене И Вот Этот Мальчик Который Потерял Свою Коробочку Уже Там Пятидеся С лишним лет Дядя Внуком Наконец Соединяется И Стеклянный Человек Наконец-то Работает Там Дописывает Свою Картину И Даже Отец Эмилью Отправляется В путешествие Разумеется Самая Финальная Сцена Прекрасная Как Проезд Наших Героев На Мотороллере Причем Это Именно Дешевый Мотороллер С Педальным Приводом Там В самом Начале Это Видно Очень Хорошо Вот Эта Сцена Когда Он Раскручивает Педальки Вот Там Крутят В самом Начале Если Посмотреть Внимательно Заметьте Сцена Снята Как будто бы Опять Мы возвращаемся От счастья В детство К тем кадрам Которые у нас Были на Титрах Вот Только они Уже по другому Цветовая Гамма По другому И все Но опять Убыстренно И все Какое-то Такое Смешно Детское Все Немножко Не по-взрослому Сделанное Почему Да потому Что они Счастливы Потому что Они в этот момент Абсолютно Счастливые люди Когда мы С вами Счастливы Мы немножко Возвращаемся В детство Это неизбежно Вот Потому что У нас Меняется Химический состав Всяких Веществ В нашем Организме Вот И наш Мозг Получает Много Всяких Интересных Веществ Которые Обычно Он не Получает А ощущение Счастья Это Вот оно Самое И Все время Держится Опять Центр кадра То есть Наши главные Герои Все время В центре Кадра И Рассмотреть Мы их Уже Совершенно Не можем В силу Того Как они Снят Вот Ну и конечно Да Вот она Вот она Это финальная Сцена Где они Обращаются К нам Обращаются К зрителям Вот таким Вот образом Мы понимаем Что собственно Мы тоже Участвуем В этом Процессе Мы не Сторонние Наблюдатели Мы участники Процесса Потому что Мы их уже Успели Полюбить Мы им Сопереживали Мы хотели Чтобы у них Все было Хорошо Мы переживали За них И они С нами Общаются Понимаете Вот здесь Нарушены Все правила Композиции Света И вообще Всего Что только Можно Ну это же Прекрасно Так оно и Должно быть Почему Потому что Оно здесь Имитирует Очень простой Снимок Сделанный Человеком На вскидку Случайно Непрофессиональным Это вообще Интереснейшая Тема Потому что Как только У нас Появляется Какие-то новые Веяния Тенденции В любительской Фотографии Они становятся Популярны Их тут же Берут на Вооружение Скажем Фэшн Фотографии Модной фотографии Во всех Во всех ее Проявлениях Для чего Для того Чтобы зритель Смотря на Фотографию Сделанную Профессионалом Чувствовал Что-то родное В этом Вот Что-то такое Вот там Есть Так же Кривенько Снято Как я Или На таком Широком Угле Как я Снимаю Что-то Как будто Я телефон Снимал Что-то Такое Родное Это прием Который Активно Используют Профессиональные Фотографы Он давнишний Очень Он меняется Постоянно И Это хороший Прием То есть Есть Масса Вариантов Есть Масса Версий Как можно Сделать Картинку Любопытной Вот Мое Глубокое Убеждение Что Как в данной Ситуации Любая Картинка Она должна Стиль Ее должен Быть Ради чего-то А не ради Самого стиля Я никогда Не понимал И наверное Уже не успею Понять Что такое Стиль ради стиля Стиль ради стиля Это конечно Круто Наверное Но непонятно Абсолютно Вот Стиль он Ради чего-то Ну это уже Философские Размышления Борь с ними Не будем В них Углубляться Вот Собственно Уважаемые Коллеги Это Как ни странно Все что я хотел Рассказать вам По поводу Фильма То есть Я оттуда Убрал Очень много Как вы видите Очень Очень много Интересных сцен По одной Простой причине Потому что Приемы Которые Там Использованы Я вам уже Показал на других На предыдущих Сцена Поэтому я очень Надеюсь Что вы еще раз Посмотрите Эту замечательную Ленту И Те приемы Которых мы с вами Говорили Увидите сами Это будет Очень Очень здорово Ну так Интереснее Вот А повторять Одно и то же Ну Смысл Зачем Так Если у вас Есть какие-то Вопросы Я готов вам С удовольствием На них ответить Уважаемые Коллеги Ну Для Тех Кто у нас Сейчас в эфире Присутствует Вот Ну а пока Соответственно Для тех Кто у нас Здесь есть Я напомню Пока вы Формулируете Свои вопросы Я напомню Что у нас В субботу То есть буквально Послезавтра Фото пленер В Измайловском парке Портрет на природе Надеюсь Что нам Не будут Выдавать ливень Очень надеюсь Что у нас Будет хорошая погода Вот Что у нас Значит Вот там Вот внизу У нас Есть ссылочка Да Там Всякое Разное Наше Замечательное Расписание На нашем сайте Там все Очень много Всего интересного Заходите Посмотрите Вот В школу Начнет Занятия В группе В группах Школы Начнутся В середине сентября Прямо в середине сентября У нас там Много-много Всего интересного Уже запланировано Вот Сейчас активно Готовим Активно готовим Новые курсы Новые материалы В общем Мы тут Активнейшим образом Работаем Над новым учебным годом Прямо в поте Лица своего Будет интересно Будет очень интересно Это я обещаю Вот Что еще У нас Соответственно Еще и фото Прогулка В скорости Будет Наши традиционные Миражи Отражений Пройдите по ссылочке В расписании Все-все написано Вот Ну и много всего Всякого-всякого Разного-разного-разного-разного Вот Так Пойду посмотрю Что у нас там написано Так Спасибо огромное Очень интересно Смотрю фильм На свежую голову Пойду смотреть фильм На свежую голову Спасибо огромное Вот знаете Честно скажу Меня это трогает Прямо до глубины души То что Пойду смотреть фильм Это Я очень надеюсь Он для вас станет Чуть-чуть интереснее Вот Тоже спланировала Прекрасно Спасибо 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 Михаил И спасибо Огромное Это было Великолепно Елена Благодарю Вы как всегда Фееричны В выражении Своих эмоций Спасибо За интересный разбор Желаю Хорошей погоды И всем И всегда Вот Спасибо Я надеюсь Что да Значит коллеги У нас внизу Там еще Значит Кроме ссылочки На сайт Есть еще ссылочка На донаты Если кто-то Испытывает Желание Помочь Нашим Проектам Бесплатным Которых у нас Множество В частности Вот этот Милости прошу Не сдерживайте себя Мы вам будем Очень-очень Благодарны Вот Каждому Каждой трудовой Вашей копейки Мы Прямо скажем Очень рады И находим Применение Для Улучшения Наших Процессов Которые Мы для вас Сделаем Вот Так что Так вот Так Спасибо Большое Увлекательный Просмотр Спасибо Я рад Что увлекательный Это очень здорово Слышать Спасибо За интересный Разбор Евгения Ксения О Спасибо Дмитрий Что Ксению Упомянули Вот Она не велела Но я вам скажу Что спасибо вам За это Спасибо огромное За эфир Было очень интересно Французское кино Французское кино Вообще особенное Его не перепутаешь Ой Совершенно С вами Дмитрий Согласен На самом деле Очень люблю Французское кино Вот Прямо Просто Люблю Все Не знаю Почему И во Франции Это ни разу не было А вот Все равно Люблю И вот Ну все Побежал Рюкзак Собирать Утром Выезд Бегите Батенька Бегите Дмитрий Счастливой Вам дороги Спасибо Алексей Спасибо Ирина Спасибо Еще раз Теперь Новым взглядом Да Ирина Посмотрите Другим взглядом Фильм Это Это интересно Это любопытно Вот Вообще Уважаемые коллеги Еще раз говорю Хорошее кино Оно Чем Прекрасно Можно смотреть Много раз Вот Оно от этого Только лучше делается По-моему Это прекрасно Так Ну что Все Пожалуй Все Я вам рассказал Значит Про Наши мероприятия Вроде как Напомнил Вот Про все Я вам рассказал Ваши Ваши Приятные слова С удовольствием Вы прочитал Вот Ой Ольга Рад вас видеть Тоже Рад Жду осени Жду осени Когда же Наконец Вы у нас Опять Появитесь Вот На этом Я буду с вами Тогда прощаться Уважаемые коллеги Вам всех благ Вам творческих Процессов Успехов Не болейте Не хворайте Пусть Ваш Пусть вас И ваших близких Обойдут беды И Все будет Ну Мысли нехорошо Но хотя бы Неплохо Это уже здорово По нынешним временам Вот Ну и творческого Творчество Это очень полезно Это очень здорово Это очень помогает В этой жизни Все На этом прощаюсь С вами был я Евгений Колков Постоянный ведущий Нашего проекта Кино глазами фотографа Школы фотографий Open Photo Все Всем всех благ До следующих встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok